Но тем не менее мы начнем. Я могу начать? Уважаемые коллеги, участники и организаторы первой международной научно-практической конференции имени Елены Николаевны Солововой обучения иностранным языкам, современные проблемы и решения. Уважаемые члены семьи Елены Николаевны, я знаю, что здесь присутствует сын Елены Николаевны. От лица руководства и преподавателей нашего университета позвольте приветствовать вас и пожелать успешной и плодотворной работы. В этом году наш университет МГИМО празднует 75-летний юбилей. И в залах и аудиториях проводится очень большое количество мероприятий с участием выдающихся ученых, политиков из многих стран мира. Впрочем, это является, наш университет часто является местом встречи выдающихся ученых из многих стран мира, высочайшего уровня, какой, без сомнения, была и профессор, доктор педагогических наук Елена Николаевна Соловова. Мне и моим коллегам посчастливилось не раз встречаться с Еленой Николаевной, слушать ее блестящее выступление, беседовать с ней. Надо сказать, что она была совершенно неординарным человеком, интересным собеседником и всегда имела свою позицию, умела ее отстаивать. И сегодня мы посвящаем нашу встречу Елене Николаевне, ее наследию. И я передаю слово, в свою очередь, кандидату педагогических наук, главному редактору издательства «Титу» Алексею Васильевичу Конобееву, инициатору и вдохновителю сегодняшней конференции. Благодарю вас. Я выбирал, потому что мы считаем, что конференция должна быть достойна Елены Николаевны Солововой, ее имени, ее трудов. Поэтому около 300 работ войдут в сборник работ конференции, который будет создан и размещен бесплатно. Его все смогут скачать при желании. Его сделает издательство «Титул». И у нас участники конференции получаются из следующих стран. Россия, Великобритания, Германия, Казахстан, США, Китай, Беларусь и Украина. То есть диапазон весьма интересный, и он отражает в некотором роде те страны, в которых выступала и работала Елена Николаевна. Я хотел бы выразить большую благодарность Московскому государственному институту международных отношений, университету, который принял нас всех сегодня для пленарного заседания конференции, и особенно проектору по учебной работе Кириллу Виктору Борисовичу, проектору по правовым и административным вопросам Шитькову Сергею Владимировичу, и начальнику управления языковой подготовки баллонского процесса Ефтееву Сергея Валентиновичу. Коллеги, у нас сейчас продолжают люди собираться, потому что многие пошли на главный вход, им пришлось обходить вокруг университета для того, чтобы попасть во вход дипломатический и там еще найти дорогу. Мы стараемся всех принимать, провожать. Вот к нам присоединилась Екатерина Павловна Морозова, председатель Единой независимой ассоциации педагогов Москвы, заведующий кафедрой иностранных языков Московского центра развития кадров и потенциала, работников образования. Просто очень кстати, Екатерина Павловна пришла вместе с Татьяной Анатольевной Рогозной, заместителем представителя ассоциации. И коллеги, те, кто не смогли прийти, у нас сегодня будет несколько видеовыступлений, потому что люди летели из дальних городов, кто-то смог прийти, кто-то заболел, но нашел в себе силы записать видеовыступление. И перед тем, как мы начнем, я хотел как раз показать вам очень короткое приветственное слово от участника нашей конференции из США. Это американский преподаватель, он заведующий кафедрой иностранных языков Международной гимназии Сколково. Поэтому мы сейчас притушим свет на чуть-чуть. Так, спасибо большое. Я надеюсь, что звук у нас сработает. Так, а можно проверить? Звук на динамике не идет, по-моему. Ну что ж, со звуком, честно говоря, не очень получилось. Да, попробуем сейчас на секунду. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я хотел буквально еще два слова сказать. Поскольку конференция посвящена памяти Елены Николаевны Солововой, и вы обратили внимание, что в программах написано, что это первая международная научно-практическая конференция, мы очень надеемся, что эти конференции будут происходить из года в год, и что это станет доброй традицией. Елена Николаевна работала во многих сферах. Вы видите, здесь есть выставка книг, которые выходили в последние годы в издательстве «Титул». Елена Николаевна была не только великолепным специалистом по языковому тестированию, автором замечательного учебника по методике. Елену Николаевну хорошо знали, любили, любят и знают и в школах, и в вузах. И я хотел показать вам небольшое слайд-шоу, буквально минуту, из фотографий для того, чтобы мы все вместе вспомнили великолепного ученого и понимали, что любовь к ней и уважение, которое собрали нас всех вместе, оно живет и будет жить дальше вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 зачитать некоторые отрывки из ее воспоминаний, которые подтверждают все, что вы сказали, и все, что сказала я. Вот называется «Методическое наследие профессора Роговой». Тут ее фотография. И вот здесь вот на 59-й странице фотографии Лены Николаевны, которые она мне прислала любезно. И выдержки. Мое первое знакомство с Галиной Владимировной состоялось в 1977 году. В то время я была студенткой третьего курса, и мы приступили к изучению методики. В Гавриковом переулке, где находился наш факультет, на стенде с расписанием «дважды в год» появлялись простыни, простыни в кавычках, где были выписаны фамилии всех студентов по курсам и группам, где можно было увидеть, как тот или иной студент каждого курса и группы в целом сдали сессию. Сегодня многие говорят о рейтингах, как их лучше организовать, стоит ли травмировать студентов, помещая в открытый доступ информацию о их успеваемости. У нас была полная прозрачность рейтинга, хотя мы не называли это таким словом. Мы знали своих героев, и это создавало правильную конкурентную среду. Практика работала в нужном направлении. У нас было престижно учиться, и непрестижно не учиться или учиться плохо. Мы очень много читали оригинальную литературу на английском языке. Это при том, что интернета не было и в помине. В магазинах книг таких было не достать. Помимо обязательного домашнего чтения, нам рекомендовалось прочесть объемное оригинальное художественное произведение на английском языке, а затем рассказать о них. Анотации, рефераты. И по субботам и воскресеньям место встречи с однокурсниками было изменить нельзя. Это была библиотека иностранной литературы, где мы либо сидели в читальном зале, либо меняли книги в зале абонемента. Сегодня это назвали бы экстенсивным домашним чтением. И для кого-то это новое явление, пришедшее с зарубежной методики. А как же наш опыт, который успешно работал на факультете уже в начале 70-х годов прошлого века? Именно благодаря совместной работе профессоров Рогова и Аракина, вузовских учебников по практике речи, появился такой раздел, как микротичинг, где студенты готовили фрагменты урока и учили друг друга. Сегодня это называют пиротичинг и тоже приписывают исключительно зарубежной методике. И следующее воспоминание. По-настоящему я увлеклась методикой на четвертом курсе. Во время первой педагогической практики кафедра выбирала лучшую школу Москвы для нашей практики. Учителя были профессионалы высочайшего уровня, те люди, которые могли реально привить любовь к профессии, научить работать ответственно и грамотно. Отработав в школе 9 лет, я пришла на кафедру методики на должность ассистента. Когда я получила приглашение прийти работать на кафедру, я очень удивилась, что Гарина Владимировна знала о моих успехах. Сегодня много говорят о необходимости работы с выпускниками, с работодателями. Рогова умела это делать всегда. Она умела поддерживать прочные связи с выпускниками, помочь им в решении новых задач. Моя первая нагрузка на кафедру была в роли руководителя кафедры, руководителя практики, простите. Расскажу лишь один эпизод. Студенты давали заключительные уроки, на которые я и собралась прийти как руководитель практики. Галина Владимировна пошла со мной. Один урок мне активно не понравился, что я не пыталась скрыть при последующем разборе. После самоанализа студента я со всем своим, со всем моим юношеским максимализмом, подкрепленным желанием ученых свой показать перед лицом Галины Владимировны, разгромила урок в пух и прах. Но студента было жалко смотреть. И тут слово взяла Галина Владимировна. Не отрицая подмеченных, но и недостатков, она смогла найти положительные моменты в уроке. А затем так повернулась в ситуацию, что студент сам сформулировал основные задачи следующего урока и причины допущенных просчетов. Сегодня это называют термином «рефлексия» и снова приписывают ее использование зарубежной методике. Мне Галина Владимировна ничего не сказала прямо, но в нашей последующей беседе как-то так случилось, что я сама озвучила все свои просчеты как руководителя. И главный вывод – надо признавать право начинающих учителей на ошибку, не карать их за неумения, но доброжелательно и конструктивно помогать им освоить такую сложную профессию, профессию учителя. И последнее. Именно благодаря поддержке Роговой, Минера Белородчева и Леонтьева я смогла стать заведующей этой легендарной кафедры. Перемена в нашей жизни необратимы, методика не стоит на месте, но я была и остаюсь твердым последователем научной школы Галины Владимировны Роговой. Вот это небольшие отрывки, конечно же, дают нам представление о том, какой она была и какое мы ее знали. У Елены Николаевны была особая любовь к педагогической деятельности и к тем, ради кого она совершалась. Вы знаете, ведь профессионал, как известно, соединяет в себе совершенное владение профессией и духовность, то есть способность выбирать истинные ценности и следовать им в жизни. Вот ключевым здесь является, ключевым понятием, ключевой характеристикой является духовность, которая определяется как сущностная, интегральная и динамичная характеристика личности, проявляющаяся в трансцендентности, в ответственности, в свободе, в смысле любви, в стойкости духа и следовать своим принципам. Вот это все про Елену Николаевну Соловову. Такой и она останется в моей памяти, в памяти своих коллег и своих учеников. Спасибо вам, дорогие участники конференции, за внимание. Презентация, которая тоже посвящена памяти Елены Николаевны Солововой. И один из тех слайдов, который был показан в начале конференции, это фотография, сделанная на магии ИНО 2013 года, где Елена Николаевна выступала в качестве пленарного докладчика. И одной из мыслей, посвященных теме перспективное направление развития методики обучения иностранному языку в ВУЗе, было упоминание английского языка для академического общения. Вот на эту тему небольшую презентацию я вам сегодня и предложу. Это и память о Елене Николаевне, и, в общем-то, размышления для нас, куда идти дальше. И первый вопрос, который возникает, что для академического общения, то, что пришло к нам вместе с Болонским процессом в 2003 году, и так до конца и не определило свое положение, что же это есть и нужно ли оно нам. Елена Николаевна в своем выступлении говорила о том, что EAP, по сути, является системообразующим фактором для построения любой программы по иностранному языку, в первую очередь по английскому, естественно, в рамках и лингвистического, и нелингвистического ВУЗа. Какие для этого есть основания? Если посмотреть на те четыре компонента, из которых он складывается, то действительно, это особый подъязык, язык академического общения, будь он устный или письменный. Но это то, что нужно нашим студентам и для учебы, даже если мы не говорим о мобильности за пределы нашей Родины, и для научно-исследовательской деятельности. Детали не буду, 10 минут мне это не позволят. Это умения, назовите их, умения, навыки, компетенции в речевой деятельности, которые включают и аудирование, чтение как рецептивный, и говорение, и письмо как продуктивный, и которые тоже необходимы и очень, на самом деле, органично могут вписаться в канву любого аспекта преподаваемого иностранного языка. И два последних момента, которые очень созвучны с тем, что говорил предыдущий оратор, о том, что далеко не всё, что пришло к нам в последние десятилетия, на самом деле родилось за пределами этой страны. Умение учиться — это то, над чем работал в 70-е годы академик Бабанский, правда, это было в рамках средней школы, но, тем не менее, это то наследие, которым мы можем гордиться, и это тоже часть академического языка. То же самое касается умственных умений высшего порядка, опять-таки, 70-е, 80-е годы, это было сконцентрировано в идее учить, уметь выделять главное. Вот, исходя из этих четырёх компонентов, встаёт вопрос, I am technically challenged, а где вообще-то можно прописать английский язык для академического общения? На сегодня это лицо без определённого места жительства. У нас есть курс языка для общих целей, курс языка для специальных целей. Значит, вопрос, можно ли его вписать в тот или другой домик, или речь должна идти всё-таки о том, чтобы для него построить свой собственный домик. Вот этот вот недостроенный домик нас плавно переводит к следующему моменту о том, что статус-то этого языка на сегодня – статус бедного родственника. Цифры, которые вы видите, это результаты опроса, проводимого в 2016 году среди как преподавателей МГИМО, так и других вузов, которые участвовали в наших магиях. И, как вы видите, действительно бедный родственник, 3% только в рамках модульного обучения, которое и само-то только в одной половине вузов страны на тот момент имело место, выделяют в отдельный модуль язык для академического общения. Из чего следует следующий вопрос. А что на самом деле вообще важно в этой разновидности английского языка для того, чтобы бороться за его включение в программу и считать его действительно перспективным направлением в обучении английскому языку? Это тоже результаты опроса. Как видите, здесь участвовали тоже и МГИМОвцы, и представители других вузов. Сюда вошли более или менее значимые показатели, потому что по аудированию это были вообще там брызги, не стоило включать. Но, как вы видите, лидером здесь оказывается критическое мышление. И вот если отталкиваться в первую очередь от критического мышления, очевидно, стоит посмотреть, как именно можно использовать это направление академического языка для обучения работе с текстом, будь он текст устный, воспринимаемый на слух или письменный. И вот здесь выделяются основные реперные точки, а именно умение выделить основной тезис автора или докладчика. Это не очень хорошо видно, имеет смысл мне это прочитать, или это и так хорошо видно, чтобы время не тратить. Замечательно. Значит, идея понятна. Наличие тезиса, насколько сильна аргументация в поддержку Онова, какие слабые стороны имеют место быть. И, наверное, самое главное для нас, это оценить данный текст с точки зрения возможности использования его в дальнейшей деятельности, нашей педагогической или для студентов его в практической учебной, для подготовки презентации, письменной работы, участия в дебатах, you name it. Что касается продуктивной речевой деятельности, критическое мышление можно свести к одной формуле, которая для меня выглядит как мантра. Это то, чему мы стараемся учить студентов, начиная с первого курса. Что когда ты готовишь выступление, неважно, на 3 минуты, на 10 минут, или пишешь текст на уровне параграфа или на уровне эссе, ты должен чётко определить, какой, собственно, клейм ты делаешь, какое утверждение, позицию ты защищаешь, какие аргументы можешь привести в поддержку этого, и, наконец, какие фактические данные, статистика, какие-то примеры из истории жизни и так далее ты можешь использовать для более убедительного доказательства. И, наконец, вопрос следующий. Где же можно прописать английский язык для академических целей? Здесь два варианта. Исходя из того, что, скажем, в рамках МГИМО, ну, и большинство языковых вузов язык – это 4-летний курс, вот эта весь одна большая матрёшка, которая охватывает весь курс английского языка, может поглотить все остальные, в том числе, модуль языка для академических целей, о том, о чём говорила Елена Николаевна. Можно пойти более практическим путём и интегрировать курс академического английского в курс языка для общих целей и курс языка для специальных, для профессиональных целей. Вот, скажем, мы на каждой пошли этим путём, и линейка английского языка для международников, я имею в виду линейку учебников, которую мы сейчас разрабатываем, она работает именно по этому принципу, начиная с минимума, который входит в английский язык для общих целей, и уже как бы модуль, внутри модуля английского языка для специальных целей. Ну и в завершении вопрос, а зачем нам эта головная боль? Какую пользу включение этого аспекта английского языка может нам принести? Нам как преподавателям, транслирующим идеи и обучающим студентам, и нам как личностям, от которых сейчас очень много ждут, не только на почве обучения студентов, но и научно-исследовательской почве. То, что выделено жирным шрифтом, это те положения, которые выделили преподаватели МГИМО, участвовавшие в курсе повышения квалификации, именно по этому направлению, этот курс я проводила в 2016 году. Так вот, по результатам опроса выясняются вот эти вот четыре основных момента. То, что это помогает грамотно создавать собственные учебные материалы, то, что это помогает грамотно оценивать работу студентов и свою собственную, и то, что очень важно, учить не только студентов, но и нас писать статьи на академически правильном английском языке, проводить исследования и подниматься до той планки, от которой так нас с нетерпением ждут, выйти на уровень скопусовских публикаций. В заключении, не могу сказать, что с английским языком для академических целей жить стало легче, но, безусловно, интереснее и веселее. Поэтому я считаю, что в этом случае я являюсь пропагандистом идей Елены Николаевны Солововой и очень надеюсь, что я уложил в 10 минут, потому что я всегда восхищалась ее потрясающей способностью удерживать не только самой, а удерживать аудиторию, в которой она проводила мероприятие, строго в рамках регламента. Спасибо. Большое спасибо, Елена Борисовна. Замечательно. Следующее выступление Светлана Николаевна Курбакова, доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка основного военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Тема выступления – развитие традиций отечественной школы лингвудидактики в современных условиях. Хорошо. Будем надеяться, что Светлана Николаевна в дороге. Тогда следующее. Людмила Павловна Владимирова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков МГИМУ МИД РФ, Одинцовский филиал, методика обучения иностранным языкам, традиции и перспективы. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Конечно, я хотела бы начать с того, что тоже сказать о том, что мне посчастливилось, что довелось знать лично тоже Елену Николаевну Соловову, поскольку она была оппонентом моей диссертации когда-то. И плюс мы с Марией Борисовной очень долго преподавали методику обучения иностранным языкам в своем вузе, и именно готовили студентов, будущих учителей английского языка и других языков для работы в школах Одинцовского района. И мы гордимся тем, что, в принципе, практически в каждой школе есть наши ученики, они работают в этих школах, и, конечно же, за основу обучения, их обучения мы брали именно те учебники, которые были написаны Еленой Николаевной. Большое ей за это спасибо. Поэтому сегодня хотелось бы мне остановиться именно на методике, как сегодня рассматривается методика обучения иностранным языкам, насколько она важна и полезна, и нужна ли она сегодня вообще-то. Вот многие, поскольку такой возникает вопрос о том, что появляется очень много различных курсов людей, которые рекламируют себя и хотят обучать любому иностранному языку, и складывается впечатление, что они далеки от той методики, которая действительно требуется. Может быть, где-то я какие-то аспекты, основные аспекты методики мы вспомним сейчас, на что следует обратить внимание. Поэтому основные характеристики современного мира – это развитие информационно-коммуникационных технологий и цифровых устройств, быстрая смена событий, рождение новых подходов к организации разных процессов, происходящих в общественной жизни. Инновации же в системе образования направлены на подготовку современного специалиста, способного работать в сложном, быстро меняющемся мире. Поэтому вспомним определение Михаила Васильевича Лиховицкого, что методика обучения иностранным языкам – это наука, и следующие цели – содержание закономерности средства приема и метода обучения, учения и воспитания на материале иностранного языка. То есть практически в этом определении уже заложены основные базовые категории и методики. И базовые категории методики обучения иностранным языкам – это цели, принципы, содержание метода и средства обучения. Меняются ли они с изменениями, происходящими в нашем обществе? Да, конечно, изменения, происходящие в обществе, определяют цели обучения иностранным языкам. Современное индустриальное общество требует разностороннего развития личности, в том числе и ее коммуникативных способностей, позволяющих успешно функционировать в мировом сообществе. Мы все прекрасно знаем с вами, что цель обучения иностранного языка – это формирование коммуникативной компетенции, в которую заложены другие компетенции, как языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная. Но можем ли мы говорить с точки зрения современности, что цели обучения соответствуют современной системе обучения, современной системе образования, именно компетентностный подход? И делается больше акцент сегодня именно на социокультурную компетенцию. Но если рассмотреть кратко, очень отдельные базовые компетенции методики обучения иностранным языкам, нужно сказать о содержании обучения. Существует несколько подходов к определению содержания обучения иностранным языкам. И многие методисты, последователи учения Галины Владимировны Роговой выделяют три основных компонента. И, конечно же, Елена Николаевна Соловова в своих учебниках об этом тоже говорила и очень подробно рассматривала такие три компонента, как лингвистический, психологический и методологический. Что существует ряд других определений, но, в принципе, все они сводятся к тому, что и вот эти три компонента, они раскрываются в других определениях. Например, Елена Соливовна Бим определяет компонентами содержания обучения, цели обучения, также деятельность учащегося и учителя, а также чувства и эмоции, вызываемые взаимодействием выделенных компонентов содержания обучения, которые способствуют созданию благоприятной обучающей среды. То есть основной... и текст она рассматривает как основная единица содержания обучения. То есть если мы будем рассматривать текст как работа с текстом, работа с информацией и формирование таких компетенций, и таких умений, как не только разбор содержания, понять, изложить содержание текста, но и умение реферировать, анализировать и так далее, то есть такие навыки, которые более требуются сегодня, особенно в современном мире, то как раз вот здесь и нужно говорить о том, что это содержание тоже соответствует современным требованиям. Поэтому новое содержание образования – это развитие универсальных навыков XXI века. Я не буду тоже их зачитывать, все они на экране видны. Поэтому есть еще другие подходы. Вот, например, Чарльз Фадель «Четырехмерное образование». В книге «Четырехмерное образование» он выделяет четыре грани образования XXI века. Это знания, что мы знаем и понимаем, это навыки, как мы используем наши знания, характер, как мы ведем себя и вовлекаемся в мир, метаобучение, как мы размышляем и адаптируемся. То есть именно информационно-образовательная среда и вообще образовательная, не только образовательная, но и наше общество, как специалист адаптируется в быстро меняющемся, в сложном мире. Вот эти компетенции, конечно, очень важны сегодня, на что и следует нам обращать внимание. Следующая основная базовая методическая категория – это принципы содержания. Помимо общедидактических, есть еще принципы методические, хотя классификация принципов обучения иностранным языкам, именно для методики обучения иностранных языков, классификация довольно-таки различная. Но, тем не менее, все они сводятся вот к трем основным. Это принцип коммуникативной направленности, принцип интеграции и дифференциации и принцип учета родного языка. Ну, я не буду остановиться, это мы знаем. Следующее, если мы берем как такую базовую категорию, как средства обучения, то мы знаем, что ОМК – это учебно-методический комплекс, составляет основные средства обучения, но и центральным звеном учебно-методического комплекса является учебник. Так вот, сегодня как раз очень много говорится о том, каким должен быть современный учебник, и как обучать современных студентов, какой учебник использовать. Ну, вот в данной схеме мы можем сказать, что да, учебник пока что у нас остается все-таки традиционный, который практически каждый год переиздается, обновляется с учетом требований современности, появляется что-то новое, но тем не менее, как мы знаем, что все дополнительные материалы, большей части, стали либо в электронном виде, либо мы можем из интернета что-то подчеркнуть. Поэтому вот я считаю, что вот данная схема, наверное, больше соответствует тому, что у нас сегодня происходит. Хотя вопрос об электронном учебнике уже не новый для нас, и он давно уже обсуждается. Каким должен быть все-таки в дальнейшем электронный учебник нового типа, когда контент полностью в интернете, то есть это такое пространство в интернете, так называемое облако, либо как назвать тогда такой учебник, является ли он электронным, либо дистанционным, либо это интернет-учебник, либо электронный учебник дистанционный, и равен дистанционному курсу. То есть фактически вот такая модель, когда полностью весь образовательный контент учебника находится в интернете, плюс дополнительный материал находится в интернете, то есть в определенном каком-то месте, и с любого электронного устройства можно войти и использовать этот учебник. Наверное, к этому мы идем, и в скором будущем, наверное, будет это, по всей видимости, поскольку сегодня студенты действительно во многом используют электронную версию учебника, но не такого учебника, который чисто сканирован, допустим, традиционный учебник, а учебник другого типа, где есть уже возможность общения друг с другом, возможность общения с преподавателем и так далее. Ну, это отдельный вопрос, наверное, очень долго его можно рассматривать. У меня время еще есть немножко, пару минут. Ну, основной, пожалуй, базовой категорией методики является метод обучения, поэтому любой метод обучения представляет собой систему направленных действий учителя, организующих познавательную практическую деятельность. То есть мы можем говорить о традиционных методах, используемых сегодня в учебном процессе, и о альтернативных методах. Мы много говорим о коммуникативном методе, коммуникативно-игровой методе и так далее, но в связи с тем, что внедряется интенсивная информационно-коммуникационная технология в учебный процесс, то появляются и такого рода представления материала, учебного материала. Это презентация учебных знаний с использованием PowerPoint. Но это не значит, что, если сделали мы презентацию, используя программу PowerPoint, это мы будем рассматривать как, вернее, нужно даже рассматривать, как средство обучения. А вот именно представление, презентация своих знаний, это уже как способ предъявления знаний. То есть это тоже очень широкое распространение сегодня получается. Ну, тем не менее, какой бы способ мы не выбрали обучение иностранным языкам, ну вот Карл Роджерс в своей книге говорил, когда я пытаюсь учить, то я ужасаюсь, что достигнутые результаты настолько незначительны, хотя иногда кажется, что обучение прошло успешно. То есть еще раз сделать акцент на активное обучение или на интерактивное обучение, которое является сегодня наиболее приемлемым в процессе обучения иностранным языкам, развитие навыков мышления высокого порядка, как анализ, синтез, оценка знаний и так далее. И интерактивные, когда ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом. Таким образом, интерактивные упражнения и задания, которые необходимо давать учащимся или студентам. То есть, говоря о новом содержании образования в новой образовательной среде, вот есть такое высказывание Сильвии Мартинец, она является разработчиком образовательного проекта «A Global Revolution Goes to School – The Make a Moment». То есть, каждое пространство может служить именно пространством для творческой деятельности обучаемых, где обучаемые должны мастерить, изобретать, создавать, исследовать, проектировать, конструировать и так далее. То есть, это опять то, что является основным требованием современного общества. Но использование и внедрение информационных, коммуникационных технологий в образовании привело к различным другим, вернее, дало широкую возможность для самообучения и самообразования. Появились массовые открытые онлайн-курсы, частные малые онлайн-курсы. Но хочется сказать, что соответствуют ли они действительно содержанию обучения данных курсов требованием 21 века. Все ли они соответствуют? Решают ли они задачу подготовки высококвалифицированного специалиста, необходимого именно нашему современному сложному довольно-таки миру? Этот вопрос остается, наверное, еще не то, что открытым, мне кажется, не до конца решенным. Наверное, все равно об этом многие будут думать. И мы считаем, что да, тут надо задуматься. И методику обучения все-таки методические основы необходимо здесь использовать. Итак, современное языковое образование, соответственно, изменения в обществе, изменения системы образования, образуется новая образовательная среда, процесс инновационных методов подходов к обучению, глубинный подход к обучению и так далее. И таким образом в заключении хотелось бы сделать акцент еще на то, что методика обучения иностранным языкам – это очень важно. И фундаментом, конечно, и методики, и процесса обучения являются именно базовые категории методики, от которых уже дальше идут все остальные приемы, способы и так далее, которые применяет учитель и педагог в своей деятельности. То есть каждый педагог, выбирая для себя определенную концепцию, строит концепцию преподавания, но все-таки она должна быть основана именно на тех принципах, на тех основах, на тех основных базовых компетенциях, которые заложены в методике. Поэтому на этом, пожалуй, я все закончу. Спасибо. Большое спасибо, Людмила Павловна. Спасибо. Коллеги, следующее выступление. Светлана Борисовна Уланова, кандидат филологических наук, доцентка афтера английского языка номер 6 МГИМОМИД РФ, развитие эмоционального интеллекта на уроках английского языка, теория и практика. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Здравствуйте, друзья, присоединившиеся к нам к нашей онлайн-трансляции. Для меня большая честь выступать здесь, на конференции, посвященной памяти Елены Николаевны Солововой, доктора педагогических наук, профессора, талантливейшего педагога, настоящего профессионала-флагмана в сфере обучения иностранным языкам. В своем докладе я рассмотрю понятия эмоционального интеллекта, точнее, эмоционального развития, а также уделю внимание предпосылкам, актуальности и перспективам развития эмоциональной компетенции на уроках иностранного языка. Мы рассмотрим некоторые теоретические и практические аспекты. Итак, компетентностный подход, лежащий в основе разработки стандартов школьного и вузовского образования, в мировом сообществе нацелен на обеспечение готовности выпускников различных учебных заведений к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного информационного сообщества. Мы живем в стремительно меняющейся среде, и задача образования – идти в ногу со временем. Это возможно в случае, если само образование будет динамично реагировать на изменения внешней среды и отвечать на вызовы времени. Возникает вопрос, что же нужно современному работодателю? Какие умения более всего востребованы сегодня на рынке труда? И с целью найти ответы на эти вопросы было проведено широкомасштабное исследование, и вот к каким выводам пришли. К самым востребованным навыкам на современном рынке труда относятся следующие 10 навыков. Это умение работать в команде, умение принимать решения и решать проблемы, умение общаться с людьми в организации за ее пределами, умение планировать и организовывать свою работу, расставлять приоритеты, умение находить информацию и обрабатывать ее, умение анализировать количественные данные, технические навыки, связанные с выполнением работы, умение работать с программным обеспечением, умение создавать и редактировать письменные отчеты и умение продавать и влиять на других людей. Как видим, практически ни одно из этих умений не является самостоятельной дисциплиной, предметом, который преподается в школе или в университете, который бы оценивался. Но предполагается, что школы и вуз должны этому научить современные поколения. И в связи с этим, вероятно, большую популярность во всем мире стали набирать такие направления в обучении, как, ну, об этом уже сегодня было сказано, я повторю вслед за своими коллегами, обучение жизненным навыкам, так называемые life skills, умения и навыки 21 века, глобальные компетенции или компетентность, социально-эмоциональное обучение. И также говорят о навыках, необходимых для трудоустройства, либо employability skills, как их по-другому называют. Этот список может быть легко продолжен. И вполне очевидно, что все эти направления во многом пересекаются и взаимодополняют друг друга. И направлены, собственно, на реализацию во многом схожих целей и задач. Особая роль в этой связи должна, конечно же, отводиться нашему с вами предмету, иностранному языку. Предмет, обладающему большим образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом. Хотелось бы привести цитату Елены Николаевны Солововой, которая говорит, что любой учитель может в процессе учебного взаимодействия моделировать достаточно широкий ряд проблемных задач, формировать базовые рефлексивные умения, связанные с определением условий конкретных ситуаций, которые, в свою очередь, обусловлены местом, временем, ролями, намерениями, чувствами и возможными действиями их участников. Возникает новый запрос. На этот раз у преподавателей иностранного языка а как интегрировать развитие всех этих востребованных обществом умений и навыков в программу обучения иностранному языку. Известная во всем мире организация Cambridge English, которая, собственно, является достаточно успешным проектом двух подразделений Кембриджского университета, издательством Cambridge University Press и подразделения Cambridge Assessment English, разработали собственную концепцию жизненных компетенций в ответ на запрос преподавателей и назвали ее «The Cambridge Life Competencies Framework», которое... Я не знаю, насколько здесь видно, но кратко. Я, конечно, не буду все это... На сайте можно, конечно, с этим совсем ознакомиться. Я думаю, что эта информация и не нова для вас, но так или иначе, данная система, концепция, применима к учащимся всех возрастных групп, начиная с дошкольного обучения и заканчивая обучением работающих взрослых. И цель данной концепции – помочь авторам курсов и преподавателям внедрять в программы те знания и умения, которые способны принести реальную пользу современному учащемуся. В основе данной концепции лежат три базовых составляющих. Это прежде всего, конечно же, предметные знания. На втором месте – это цифровая грамотность. И третий базовый концепт – это эмоциональное развитие. Понятие эмоционального развития, эмоционального интеллекта, грамотности и компетентности в наши дни востребовано как никогда, поскольку помогает людям с развитым эмоциональным интеллектом жить более здоровой и счастливой жизнью и достигать больших успехов как в профессиональной сфере, так и в личной. Развить эмоциональный интеллект конкретного человека – задача, выходящая далеко за рамки преподавания иностранного языка и лежащая в другой научной плоскости, но важные составляющие эмоционального развития человека могут успешно развиваться в процессе обучения иностранному языку. И с этой позиции эмоциональная компетенция включает в себя знание о существовании широкого диапазона эмоций, умение применять эти знания в жизненных ситуациях, а также умение применять копинг-стратегии или, другими словами, стратегии, которые направлены на устранение стресса. Cambridge English выделяют три базовых способности в сфере эмоционального развития, на каждой ступени. Первое – это определение и понимание эмоций. Второе – это управление собственными эмоциями. И третье – эмпатия и умение развивать отношения с людьми. На каждом последующем этапе обучения данные базовые умения становятся все более глубокими по смысловому содержанию. Так, например, если в начальной школе ребенок учится определять основные базовые эмоции и называть их, понимать, почему он себя так чувствует, и учится объяснять свое состояние себе и своим близким, то на более старших ступенях обучения контекст, связанный с ситуациями эмоционального и социального взаимодействия, усложняется. Происходит трансформация от мини-диалогов на уровне начальной школы до методов ситуативного анализа или кейс-стадии со взрослыми учащимися. Развитие умений, связанных с эмоциональным интеллектом, является очень перспективным направлением, и каждый современный учебник ведущих мировых издательств, ориентированный на детей и подростков, обязательно содержит те или иные разделы, связанные с этой темой. А особый интерес эмоциональной грамотности представляет в работе с учащимися на старших ступенях обучения, так как отвечает на запросы, связанные с приобретением практических умений и навыков, необходимых для успешной работы в трудовом коллективе. Поэтому, собственно, цель моя была кратко осветить основные моменты, связанные с эмоциональным интеллектом, а уже какие-то детали мы можем обсудить с вами в личной беседе после конференции. И буду рада вашим вопросам, если такие имеются. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Светлана Борисовна. Следующее выступление Марии Борисовны Казачкову, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка НГИМО МИД РФ, Одинцовский филиал. Тема выступления. Почему современные дети не любят читать? Цель выступления «Почему современные дети не любят читать» заключается в том, чтобы представить существующие проблемы современного детского чтения, проанализировать причины снижения количества читающих школьников, спрогнозировать возможные угрозы, утраты потребностей в чтении, ну и представить авторский взгляд на решение проблемы. Итак, мы сегодня столкнулись с серьезной проблемой. Современные дети не тянутся к книге, не любят читать, не воспринимают общение с книгой как жизненную необходимость. Любовь к книге заменили телевизор, вездесущий компьютер и ненасытный интернет. Алексей Грусман в статье о проблемах детского чтения приводит статистические данные отношения школьников к чтению. Любят читать младшие школьники 43%, старшие 17%. Не любят читать младшие школьники 8%, старшие 17%. Не читают ничего, кроме заданий учителя 10% школьников. Читают на досуге только развлекательную литературу 40% школьников. Читают познавательную литературу 21% школьников. Очевидно, что такого рода ситуация грозит серьезными изменениями в структуре нашего общества. Все ученые и практикующие педагоги разделяют мнение о том, что чтение книг абсолютно необходимо и полезно для человека. Читая, мы развиваем речь, учимся правильно, грамотно говорить и писать. Книги формируют мировоззрение, расширяют и углубляют взгляд на мир, убеждения. Русский методист начала 20 века Всеволод Флёров писал «Читать – мыслить, читать – чувствовать, читать – жить». Чтение помогает человеку развить образное мышление и способствует функции мозга по накоплению полученных знаний. Чтение – один из важнейших видов речевой деятельности, связанных как с произношением, так и с пониманием. Чтение способствует полноценной в интеллектуальном и эмоциональном плане личности, способной к саморазвитию и самореализации. Однако ситуация в современной школе такова, что воспитание через чтение утрачивает свои позиции в российском образовании. Сегодня, согласно международной программе по оценке образовательных достижений учащихся, Россия занимает лишь 26 место по читательской грамотности. Вопросы... Извините. Чем же так страшна утрата потребностей в чтении? Евгений Кузьмин, президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества, подводя итоги первого этапа национальной программы поддержки развития чтения, отмечает, недостаточно полное и глубокое осознание проблем чтения даже на уровне политической и интеллектуальной элиты страны, истощение слоя квалифицированных читателей, неуклонное снижение общественного интереса к библиотекам среднего и малого масштаба, особенно в небольших городах и сельской местности, увеличение доли россиян вообще не читающих или читающих лишь от случая к случаю, возрастающая невзыскательность вкуса и предпочтений в области чтения, падение интереса к научной литературе, литературно-художественным и общественно-политическим журналам, смещение издательской политики в сторону выпуска литературы сниженной информационной ценности, вопросы, как привить любовь к книге, научить правильно и глубоко понимать прочитанное, как приобщить современных детей и подростков к литературе, остро стоят к системе образования, к школе. При этом за последние годы активность школы и родителей, формирование у детей и подростков интереса к печатному слову и чтению существенно уменьшилось. В 70-е годы до середины 80-х наша страна считалась самой читающей страной в мире. 90-93% населения регулярно читали книги. Каждая семья выписывала по 2-3 газеты. Сегодня в российском обществе статус чтения снижается. Утрачивается традиция семейного чтения. В 70-е годы регулярно читали детям 80% семей. Сегодня лишь 7%. Доля систематически читающей молодежи снизила с 48% до 28%. Увеличивается доля россиян вообще не читающих или читающих лишь от случая к случаю. Снижается интерес населения к печатной прессе. Если в 91-м году 61% россиян ежедневно читали газеты, то сегодня только 24%. Для журналов аналогичные цифры составляют 16% и 7% соответственно. Марьяна Безруких, директор Института возрастной физиологии Российской академии образования, говорит о том, что от 40% до 60% детей оканчивают начальную школу с неприходящими трудностями в чтении и письме. Показательно, что ученый усматривает и причину такого положения дел, а именно ряд неправильных подходов к обучению чтению. При правильном подходе маленький человечек, начиная читать, отслеживает каждую букву, анализирует ее. Это делается, конечно, очень медленно, но постепенно процесс убыстряется. Если же с ребенка сразу требуют «читай быстрее», он вынужден использовать другой способ. Схватывает первые 3-4 буквы, а дальше угадывает слово. Причем не всегда правильно. Тогда движение его глаз напоминает работу челнока. «Убежал, вернулся, потому что не ухватил смысла». Одно из последствий такого обучения – механическое чтение, когда малыш очень бойко произносит все слова, а пересказать текст не в состоянии. Результат такой деятельности приводит к тому, что в 9 классе учащийся затрудняется назвать главную мысль прочитанного произведения, не умеет найти заданную информацию в небольшом тексте, затрудняется определить последовательность событий в прочитанном тексте. Ну а если ребенок не понимает сути прочитанного, то он никогда не полюбит книги. К старшей школе дети приходят с полной потерей интереса к учебе, а форсированное скоростное чтение под секундомер доходит до 120-150 слов в минуту. Известно, что скорость восприятия ограничивается количеством 80-90 слов в минуту. Почему россияне стали мало читать? Современные приемы и методы обучения чтения не всегда развивают навыки высокого чтения, которые предполагают не только понимание прочитанного, но и чтение между строк. Необходимо формировать и развивать читательскую грамотность учащихся, то есть способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности участвовать в социальной жизни. Читательская грамотность включает в себя широкий спектр когнитивных, лингвистических и метакогнитивных компетенций. Оценивание читательской грамотности строится на трех основных элементах. Текст, диапазон читаемого материала, процессы, когнитивный подход, который определяет, как читатели взаимодействуют с текстом, и сценарии, предпосылки и цели, ради которых состоит чтение. Все три элемента способствуют обеспечению широкого охвата предметной области текста. Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением. И на данном этапе можно говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра национальной культуры. В 2006 году по заказу Федерального агентства и печати и массовым коммуникациям Российского книжного союза разработана национальная программа поддержки развития чтения. В программе подчеркивается, что чтение – это важнейший способ освоения базовой социально значимой информации, профессионального и обыденного знания, культурных ценностей прошлого и настоящего, сведений об исторически неприходящих и текущих событиях, нормативных представлений, составляющих основу системное ядро многонациональной и многослойной российской культуры. Чтение является самым мощным механизмом поддержания и преумножения богатства родного языка. Программа ориентирована на изменение отношения в обществе и государственных структурах к книжной читательской культуре. Приучение детей к чтению требует времени и усилий. Сегодня, когда дети только постигают азы чтения, необходимо помочь им полюбить книгу. Педагогам вместе с повседневным формированием тактичного отношения, нравственности, духовности, речевой культуры необходимо культивировать и прививать любовь к чтению как неотъемлемому компоненту духовно-нравственного развития личности. Людмила, нет, Любовь Духанина, заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, отмечает, многие учебники до сих пор содержат погрешности в изложении материала, а тексты и иллюстрации подбираются без учета психофизиологических и возрастных особенностей. На что обращают внимание в учебниках родители? В основном на содержании текстов. Жалуются, что в учебниках стало много научных терминов и предлагают излишнее наукообразие убрать, сделать язык учебника более понятным. В целом каждый пятый российский учитель недоволен качеством учебников. Более 60% опрошенных учителей отмечают наличие ошибок в учебниках, недовольство сфокусировано вокруг содержания учебников, плохого раскрытия тем, отсутствие четких формулировок 43% от недовольных, сложной подачи материала 26% и отсутствие логики в содержании. Подводя итог всему вышесказанному, необходимо сказать следующее. На наш взгляд, нужно целенаправленно учить учителей осознанно использовать важнейшие элементы и приемы развивающего обучения чтению и вооружить их необходимыми инструментами и учебными материалами. Таким образом, можно будет добиться существенного повышения эффективности и КПД общего образования. Нам нужны хорошие учебники. Необходимо закрепить понятие за школьным учебником, его до сих пор нет. Определить принципы и условия его создания, отразить место и роль учебника в образовательном процессе. Качество учебников должна определять экспертиза. И последнее. Возродить традицию семейного совместного чтения слух. Это путь широкого приобщения детей к миру книги. Родители должны способствовать воспитанию в ребенке стремления к чтению, поскольку впечатления, полученные в детстве, остаются на всю жизнь и реализуются детьми уже в собственной семье. Мы должны рассказывать детям о ценностях чтения, показывать связь чтения с их успехами в учебе и других делах, приводить примеры положительного влияния книги на нашу собственную жизнь и на жизнь других людей, обращать внимание детей на высказывания выдающихся людей о чтении, не упускать фактов, подтверждающих роль чтения в жизни тех, кто является авторитетом для школьников. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Мария Борисовна. Уважаемые коллеги, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что с организаторами конференции и сегодняшнего пленарного заседания, и завтрашнего онлайн-дня выступает не только издательство «Титул» и Московский государственный институт международных отношений, но и целый ряд ведущих вузов России. Зинаида Николаевна Никитенко представляла Московский государственный педагогический университет. Следующим выступлением мы будем иметь честь послушать Елену Сергеевну Устину, кандидат педагогических наук, доцента кафедры лингвистики межкультурной коммуникации Российского государственного университета имени Есенина на тему «Языки посредники на практическом занятии в языковом вузе». А также в число соорганизаторов конференции входит Национальная ассоциация преподавателей английского языка. Мы сегодня послушаем видео выступления. И я хотел бы вам представить и представителя еще одного соорганизатора этой конференции, который раньше всех, быстрее всех откликнулся. Этот вуз – это Военный университет Министерства обороны. У нас присутствует полковник Роман Викторович Войтик, начальник Первого управления лингвистического центра Военного университета Министерства обороны. Я хотел бы поблагодарить Романа Викторовича за то, что мгновенно откликнулись, за то, что благодаря вам во многом стала возможна эта конференция, так же, как и остальных вузов соорганизаторов. Коллеги, большое спасибо. Елена Сергеевна Устинова. Коллеги, я хотела бы начать с небольшого подарка организаторам, главным организаторам. Вот этот учебник китайского языка для русскоязычных взрослых, созданный коллективом Чанчуньско-Рязанским коллективом. Просто в одном экземпляре он был очень тяжелый, к сожалению. Он создан на когнитивно-коммуникативной основе. Он имеет некоторые черты самоучителей. К нему есть вот такой диск. Я с удовольствием дарю его вот в гимнон. Спасибо огромное. Благодарю вас. Эта книга вышла совсем недавно. Это монография коллективная тоже, но где главные авторы все-таки рязанские. «Русский, как иностранный. Преподавание с опорой на родной язык и язык-посредник». Здесь у меня два экземпляра. И особенно мне приятно сегодня представить, потому что эта книга посвящена светлой памяти Елены Николаевны Солововой. И я не знаю, есть ли здесь сегодня родственники Елены Николаевны. Конечно, мне бы очень хотелось. У них непременно будет эта книжка, просто я сразу не могла привести. А это последний выпуск нашего журнала «Иностранные языки в высшей школе» Ваковского журнала. Правда, к сожалению, Ваковского только по лингвистическим дисциплинам. И Елена Николаевна долгие годы была в нашей редколлегии. И здесь есть скорбная страничка ее памяти. Я бы тоже хотела, конечно, обязательно. Потом, когда в декабре, когда будет другая конференция, мы обязательно привезем к ее родственникам. Спасибо. Спасибо, коллеги. А сегодня, поскольку времени у меня очень немного, я буду говорить только о самом главном. Языки-посредники на практическом занятии в языковом вузе. Под посредником в данном случае мы понимаем и родной язык, и любые другие иностранные языки, в которых у студентов языкового вуза, будущих преподавателей или будущих переводчиков, есть некоторый опыт. Основные теоретические постулаты таковы. Это баланс практической и развивающей роли языков-посредников и сбалансированность использования языков-посредников для коммуникативных нужд, где язык в сущности форма, которую мы наполняем значимым содержанием, и для когнитивной деятельности, где язык становится содержанием, где мы говорим о языке. В сущности, мы часто говорим, что языковые упражнения, разговоры о языке, ну кому это нужно, так говорить не научится. Но дело в том, что языковые упражнения бывают совершенно разные. Бывают упражнения малоэффективные, а иногда даже вредные. Когда говорится, допустим, скажите это упражнение, переделайте предложение из актива в пассив, или что еще хуже, переделайте предложение из present perfect в past indefinite. Вот это просто вредное. Возникает впечатление, что а какая разница? Все равно по-русски это прошедшее время. Вот. Бывают разные упражнения. Бывают полезные, хотя действительно чисто языковые упражнения. Но языковыми заданиями можно добиться очень многого. Когда мы не создаем стену между языковыми и коммуникативными упражнениями, естественно, в пользу последних, а когда мы строим мост от одного к другому. И когда, допустим, мы говорим о высказываниях на иностранном языке и смотрим, а если чуть убрать, а если переставить порядок слов, а если что-то добавить, а если заменить, как изменится коммуникативная ситуация, как изменится намерение говорящего. И вот это прямо связано с переводческой деятельностью, и это имеет чрезвычайную важность для дискурса. То есть, в сущности, язык познается как система, погруженная в коммуникативную ситуацию, погруженная в социо-семиотику. И это уже совсем другой подход к языковым заданиям. Безусловно, надо говорить и о дискурсе, а не только о системе языка. С точки зрения таких качеств высказывания, как уместность, доступность, языковая правильность, точность, экспрессивность, сжатость, логика и так далее. Но сегодня я остановлюсь только на языковой системе некоторых заданиях. Языковая компетенция не соседствует с другими компетенциями, которые сегодня перечислялись. Она прорастает в них, пронизывает их, как сеть капилляров. И поэтому проблемы использования языкового посредничества на практическом занятии должны решаться не только и не столько даже с чисто методических позиций, сколько с лингвометодических. Основная задача доклада сегодня – показать, насколько вариативны функции языкового посредничества с упором на их развивающий потенциал. Прежде всего, это предупреждение ошибки в иностранном языке за счет аналогии с языком-посредником. Допустим, китайцы говорят «хэнгао синь, жаншэни» – познакомиться с вами. Нет предлога. Это вызывает какое-то удивление. Но в английском «me too» точно так же. В польском языке, как я читала в одной статье, вместо «благодарю вас», поляки говорят, ну, естественно, в своем языке, «благодарю вам», что кажется очень странным, он может вызывать арху. И здесь родной язык, наш русский, может быть посредником, когда мы говорим. А поляки говорят «выражаю благодарность вам». Точно так же, как «follow me», «идите за мной», так и хочется сказать «follow after me». Англичане говорят «преследуйте нас», но преследуйте не в смысле агрессивности, а в смысле «идите след в след» и так далее. Далее. Очень важная функция – это создание содержательных опор для автоматизации грамматических навыков без подсказки формы. Допустим, для иностранных студентов очень трудны структуры типа «у него была семья, но не было друзей». Почему? Потому что «была», «было», «были», «был» – это трудный выбор. А во второй части высказывания, наоборот, «не было», там очень просто, так зато родительный падеж, а это большая трудность. И вот здесь тренировка вполне может обеспечиться английским языком. «Had this, but had no that» и так далее. Тогда содержание дается. Студентам остается в сущности только следовать этой структуре. Это действительно помогает. Все то, о чем я сегодня говорю, это результат нашего небольшого, да уже большого, наверное, опыта, пятилетнего, как минимум, работы с иностранными студентами. В основном с китайским, но не только с китайскими. Далее, очень важная функция – это создание эмоционального подтекста. Дело в том, что, когда мы обучаем грамматике, нам нужно спряжение глаголов, склонение существительных, прилагательных, местоимений. Надо ли это просто учить? Наверное, надо. Друг друга, другу и так далее. Но дело в том, что, вот произнося это все в противоположную стенку, даже самым беглым, очень бегло, студент не сможет потом реально употребить это слово в контексте. Поэтому нужны сразу контексты, где все трудности убираются, остается только одна трудность – употребить данное слово в нужном падеже. В данном случае здесь может работать с привлечением языка посредника английского обратный перевод, когда сначала все анализируется, затем повторяется за преподавателем, а потом иноязычный, то есть русский текст закрывается, и студенты уже по подготовленному материалу должны это сказать, но должны сказать это не только правильно, но и бегло. Знаете, как в детстве мы, девочки, играли? Я знаю пять имен девочек, я знаю пять названий городов. И самое главное – keep the ball bouncing, don't let it fall, потому что ритм естественный, без излишней торопливости – это крайне важно. Далее. Выявление различий или близости внутренней формы слова в иностранном языке и в языке посредники. Здесь речь идет о сопоставлении языковых картин мира, фрагментов. Но это практически очень важно. Допустим, вот все эти слова, у них внутренняя форма идентична. Но это не потому, что так вот совпало, а потому, что это все-таки кальки. Но студенты должны знать, что не просто, что impression переводится как впечатление, а то, что это одно и то же. Press – давить, печать – впечатать. То же самое вдохновение, то же самое манускрипт. Но одновременно здесь можно привлечь и переводческие трудности. Допустим, когда мы говорим, у меня такое впечатление, что многие вообще не учились водить машину, сели за руль. Тут самое главное, пожалуй, избежать ошибки. I have such an impression, which is totally an English. То есть I have an impression that some people just never bothered to take a driving course. Или манускрипт. Как перевести английское слово manuscript? Все-таки манускрипт или рукопись. Ну, если что-то старинное, то мы предпочитаем манускрипт. Или слово манускрипт может быть употреблено в соответствии с некой ироничностью тона и так далее. То есть, как видим, переводческие трудности сразу вовлекаются. А вот однозвучный монотонос – тут совпадение способа номинации. Это слово мы не заимствовали. Так, а допустим, животное animal – там очень интересно, потому что для нас это нечто живое, для англичан – это нечто одушевленное, это даже, наверное, в какой-то степени одухотворенное. Но это не так уж важно. А вот то, что мы часто делаем со студентами, я считаю, иностранцами, я считаю, что это очень важно. Это мотивированы ли эти эквиваленты для носителей каждого языка. А в группе, с которой мы сейчас работаем, там есть представители китайского языка, японского языка, туркменского языка. Ну, а все мы вместе изучаем русский. Вот эти обозначения футбола, футбол, футбол и цу-чи, здесь только русское слово не мотивировано. Мы знаем, что такое футбол, но мы не знаем, почему мы так его называем, ежели английский нам не знаком. А у англичан и китайцев полное совпадение. Нога, мяч. Уж кто у кого заимствовал, или так случайно получилось, это уже другой вопрос. Дело в том, что проникновение в этимологию слова дает нам огромный потенциал для понимания словаря, который мы никогда не встречали, для догадки. Допустим, когда мы вводим слово circumstance и переводим его как обстоятельство, этого недостаточно. Дело в том, что у них форма абсолютно идентична. Circum, ob, вокруг, обруч, оболочка, все это вокруг нас. А stance и стоять – это абсолютно то же самое. И тогда более понятно, что расстояние distance построено по такой же схеме. Стоим вот на каком-то расстоянии. Отсюда догадка. Magellan was the first to circumnavigate the globe. Уже понятно, что circum вокруг, а navigated – навигация. А отсюда можно дать слово, которое в меньшей степени понятно, но все равно догадаться должны. Об эратосфене и его вычислениях. Эратосфене was the first to calculate the circumference of the earth. Отсюда, если следовать глобальному образованию, то есть интегрировать вещи, можно вспомнить, погрешность у него была очень малая, как говорит Карл Саган. Так сколько же примерно составляет the circumference of the earth? И как это вообще соотносится с диаметром? То есть интрига языковой догадки может подкрепляться фоновыми знаниями. Но это неважно. Теперь использование примеров из незнакомых языков. Оказывается, это очень важно. И может быть, нам кажется, что это… Так, а у меня почти нет времени. Хорошо, тогда я покажу только одну вещь. Это интересно, но времени нет. Допустим, в русском языке мы уже говорим оро и оло часто становятся ра, ла. Отсюда, допустим, золото, злато, коротко и кратко. А что, например, значит литовское слово вартай? Это множественное число. Если та же тенденция, только чуть по-другому выражена. Врата, ворота. И, кстати, со словом ворота, там все студенты иностранные убеждены, что ворота – это как работа, это она. И вот объяснить им можно только, когда сказать, это две створки, которые распахиваются в разные стороны, потому что каждая поворачивается. Поэтому ворота, вращение, воротник и даже от вращения, они все близкие родственники, потому что когда нам что-то очень неприятно, нам хочется повернуться, отвернуться. Еще, если мне позволят, ну это ворота, вот. А, вот, да, если… Теперь переведите на язык литовское слово «галва». Ну понятно, что это голова. Ладно, а теперь переведите уже другое слово, которое вы еще ни разу не встречали. Уходи отсюда, не мешай голвоти. Эй, к сауту линек, люди голвоти. Ну понятно, что голвоти – это use your head, это думать. Еще одна вещь. Когда мы смотрим на родной язык, на наш родной язык со стороны, и открываем в нем что-то, согласно Гумбольду, который сказал, что познать родной язык, можно только взглянув на него со стороны. И это, коллеги, мой личный опыт. Я чуть-чуть изучала литовский в аспирантуре, потому что жила с литовцами, и мне было очень интересно. Я вот думаю, «Ритас, лабас Ритас, доброе утро, лабас Вакрос, добрый вечер, а Ритой завтра, Вакрос вчера». Какие же они молодцы, как они здорово экономию используют в литовском языке. И вдруг меня осеняет, что в русском тоже самое. Вчера и вечер родственные, но это видно за счет устаревшей формы вечера. И также «завтра и утро», «за утро бой затеять новый» и так далее. Это очень важно для языков. У меня уже, к сожалению, больше нет времени, есть очень много других функций, но хотелось бы просто, подытоживая, сказать, что, еще это будет, наверное, в статье, в журнале, что, во-первых, с первого же курса практическая направленность заданий сочетается с профессиональной направленностью. И, скажем, будущий преподаватель, несмотря на курс методики, каким бы он ни был, не станет преподавателем, если его не учить с первого курса, чувствовать себя как преподаватель. И то же самое с переводчиком. И последнее, я хотелось бы, вместо заключения, я хотела бы процитировать цитату из Клауса Брэкмана и соавторов, там нескольких соавторов, они говорили о методике преподавания немецкого, и там сказано the German class has room for many other languages. Так вот, для нас это звучит так, на уроке любого иностранного языка есть место и для многих других языков. Спасибо за внимание. Спасибо. Большое спасибо, Елена Сергеевна. Следующее выступление. Ольга Юрьевна Кунева, преподаватель кафедры английского языка номер 4, МГИМО МИТРФ. Смешанное обучение в контексте возможностей и ограничения. Добрый день, коллеги. Как уже меня представили, я сегодня поговорю немного о смешанном обучении. Возможно, вы больше знакомы с английским вариантом данного термина, blended learning. Иногда его еще называют hybrid learning. Иногда вы можете встретить еще термин flipped, либо classroom, либо flipped learning. На самом деле, речь идет об одном и том же, о неком сочетании традиционного формата, очного формата обучения в классе или аудитории вуза с онлайн-компонентом. При этом истоки этого, это уже не молодой термин и не молодая концепция, можно первые примеры найти еще в конце 90-х годов. И связано это с развитием интернета, с развитием информационных и цифровых технологий. До этого, напомню, интернет был уделом научно-исследовательских институтов. Именно в 90-х годах, в конце 90-х годов он стал приобретать массовое распространение. Однако в начале возможности реализации программ смешанным обучением было достаточно ограничено. Они использовались для тестирования, грамматики, вокабуляра, и в этом в основном все ограничивалось. Однако с развитием интернета и цифровых технологий ситуация сдвинулась. И можно говорить о некоторых преимуществах, которые эти программы дали трем группам заинтересованных лиц. То, что по-английски называется stakeholders. Это студентам, преподавателям и вузам, как в целом образовательным учреждениям. Первое, что, наверное, не вызывает никаких сомнений, одно из главных преимуществ для студентов, это гибкость. Что студенты могут обучаться, проходить данные, особенно онлайн-компонент, в то время, когда им это удобно. И, соответственно, делать это в том темпе, в котором это тоже им удобно. Потому что мы знаем, что одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся при очном обучении, то, что некоторые студенты более сильные, они быстрее справляются с поставленными заданиями, им становится скучно, если остальная часть пробуксовывает, а кто-то, наоборот, не успевает. И выдержать некий средний темп урока достаточно сложно. Здесь эта проблема решается тем, что те, кто не освоили материал с первого раза, имеют возможность вернуться к каким-то сложным сегментам этого материала и, например, просмотреть его заново. Также это возможность получения мгновенной обратной связи, особенно в том, что касается тестовых заданий. Сразу программа показывает, например, что ты ответил неправильно и многие программы сделаны так, что до тех пор, пока ты не разберешься и правильно не ответишь, система не пускает себя дальше. И, опять же, для, может быть, это не столько для российской реальности, но, например, для Соединенных Штатов, Европы, где особенно высшее образование платное, программы смешанного обучения гораздо более бюджетные, разумные по деньгам. Теперь переходим в то, что касается преподавателей. Для преподавателей тоже в программах смешанного обучения достаточно много преимуществ. Прежде всего, разместив лекционный материал или теоретическую часть именно в онлайн-сегмент, у преподавателей остается больше времени, сил и возможностей для интерактивного образовательного процесса именно в классе, в аудитории. И это очень большое преимущество, поскольку, опять же, позволяет сделать обучение более таргетированным, возможность использовать время урока на самые сложные моменты и аспекты, которые, например, у которых студентов, где возникли больше всего сложностей при освоении ими материала самостоятельно в плане домашней подготовки. Кроме того, одно из преимуществ заключается в том, что создав один раз цифровой контент и потратив на это огромное количество, конечно, времени и усилий, дальше можно использовать этот контент повторно. Это, конечно, возможность масштабирования, использования его в большом масштабе несравнимо, вряд ли можно сравниться с цифровыми технологиями в этом аспекте. И еще, наверное, может быть, даже один из самых главных моментов это индивидуализация программ образования. То, что о многом, так много мы говорим в стандартах и в целях современного образования, то, что нам нужно все больше уходить от массовости и делать образование индивидуализированным, отвечающим запросам и потребностям каждого студента. И именно онлайн-компонент программ смешанного обучения дает возможность по крайней мере приблизиться к реализации данных задач. Однако не все так радужно. Помимо возможностей есть целый ряд ограничений. И основное, с чем столкнулись университеты, где уже достаточно активно используются программы смешанного обучения, это проблемы, скажем так, больше социального и психологического характера. Дело в том, что не все студенты готовы заниматься в таком формате. Готовы именно психологически. То есть не хватает навыков самоорганизации, самодисциплины, резко падает мотивация, многие чувствуют себя изолированно, не хватает вот этого компонента общения с однокурсниками, с одноклассниками. И люди чувствуют себя изолированно и быстро потеряют интерес к учебному процессу. И много вузов, которые уже имплементируют данные программы, столкнулись с тем, что большой процент студентов не заканчивает данные программы. Однако некоторые из них научились с этим бороться. Они включают интерактивный компонент в эти программы непосредственно на цифровых платформах и также увеличивают этот компонент именно при очном обучении, потому что смешанные программы, еще раз, это комбинация и того и другого, очного формата и онлайн-компонента. Но, тем не менее, это те вещи, те проблемы, о которых нужно думать при переразработке программ смешанного обучения. И, конечно, не стоит забывать о таких чисто технических проблемах, когда возможности либо техники, либо иногда самих студентов с точки зрения цифровой грамотности не позволяют в 100% использовать возможности разработанных программ. Проблемы для преподавателей. Проблемы, в первую очередь, технологическое, то есть не все преподаватели готовы и могут или хотят или все вместе повышать уровень технологических компетенций. И вот это внутреннее, у многих преподавателей есть внутреннее сопротивление технологиям, от некогда даже отторжения, потому что привычно делать определенным образом и зачем меняться, когда в общем-то как-то это работало и в прошлом. и опять же это некая такая психологическая проблема, которая, мне кажется, будет со временем уходить сама собой, поскольку прогресс как бы не остановить и опять же пытаться встать впереди несущегося локомотива, в какой-то момент эта ситуация окажется абсолютно прозрачной и очевидной для всех участников образовательного процесса. и, конечно, преподавателю тоже придется сталкиваться с тем, чтобы решить проблему изолированности студентов и увеличивать интерактивный компонент и вовлекать их с тем, чтобы уровень мотивации не снижался и с тем, чтобы студенты все-таки заканчивали вот данные программы. И, наконец, третья сторона это образовательные учреждения. Здесь, наверное, самой главной проблемой является высокая стоимость создания таких программ, поскольку помимо расходов на сами технологии необходимо привлекать профессиональных веб-дизайнеров, разработчиков цифрового контента, нужна постоянная техническая поддержка во время всего действия данного курса. И, конечно, тоже вузы не могут остаться в стороне от решения проблемы изолированности студентов, решать вот этот вопрос того, что большой процент не заканчивает данные программы и креативно предлагать способы решения данной проблемы. Подводя итог, наверное, что хочу сказать, что если положить на две чаши весов возможности, которые предлагают программы смешанного обучения и проблемы, которые так или иначе существуют, все-таки возможности перевешивают. Но это не значит, что можно не подходить к решению вот этих проблем, этих ограничений, разрабатывая курс онлайн или программу смешанного обучения, нужно предвосхищать возможные проблемы, заранее понимать пути решения данных проблем. И если данная программа смешанного обучения разработана должным образом, то у нее огромный потенциал, поскольку она позволяет путем своей комбинации традиционного очного компонента с онлайн компонентом, она позволяет соединить все лучшее, что было в нашем традиционном обучении, с возможностями, которые предоставляют современные информационные технологии. Я убеждена лично, что за этим будущее. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ольга Юрьевна. Следующее выступление. Алена Евгеньевна Козеевича, заместитель руководителя Центра образовательных программ издательства Титл, автор учебных пособий, ученый-секретарь программного комитета конференции. Смысловое чтение как универсальное учебное действие на уроках английского языка, проблемы формирования и возможности их решения. Очень рада коллеги сегодня здесь присутствовать и тем более выступать. Я немножечко вижу, что по программе у нас произошли смещения и немножечко соответственно по смыслу они тоже будут, потому что уже были сейчас и вузовские доклады касаемые темы больше для вузовских преподавателей. У меня доклад больше для учителей. Я знаю, что здесь учителя сегодня тоже присутствуют, поэтому с удовольствием вам расскажу про смысловое чтение. Итак, то, что касается вопросов смыслового чтения, естественно относит нас к стандарту. И мы с вами знаем, что федеральный государственный образовательный стандарт основан на компетентностном и на системно-деятельностном подходе. При этом мы, естественно, должны что-то обязательно учащихся контролировать. И мы контролируем, проверяем, насколько хорошо они достигают трех групп планируемых результатов. Так как мы говорим про смысловое чтение сегодня, мой доклад посвящен именно этому, то, соответственно, я буду говорить про метапредметные результаты. Метапредметные результаты, в свою очередь, включают в себя освоенные учащимися универсальные учебные действия и, конечно же, межпредметные понятия. Вот как раз универсальные учебные действия, которые подразделяются еще на несколько групп, это довольно очень такая интересная тема, нас интересует именно группа познавательных универсальных учебных действий, куда и входит смысловое чтение. Смысловое чтение в группе познавательных универсальных учебных действий относится к общеучебным, универсальным учебным действиям. Это очень интересная на самом деле группа, потому что данные действия учащиеся должны научиться выполнять на абсолютно любом предмете, не только на уроках иностранного языка. Это действительно так, это нормальные абсолютно действия, которые ребята действительно выполняют каждый урок, Какой бы это урок ни был, математика или это, иностранный ли это язык. Это, например, уметь самостоятельно выделять цель, уметь строить свою работу, уметь структурировать знания. Это уметь выбирать эффективные способы решения каких-либо задач. Но нас интересует, безусловно, все то, что касается чтения. И чтение там, конечно же, тоже есть. Самословое чтение входит в группу познавательных универсальных учебных действий. Так как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели. Плюс также, вы видите, я на слайде выделила еще несколько следующих пунктов, которые также относятся к смысловому чтению. Сюда, например, очень важная относится вещь такая, как отделять главное от второстепенного при чтении текстов. Это то, что наши учащиеся недостаточно хорошо умеют делать. Почему я это вам говорю? Ну, потому что, в принципе, в 2016 году это было проверено национальным исследованием качества образования. Оно было проведено в пятых классах, участвовало больше 16 тысяч пятиклассников. И проверяли их, так как это было начало учебного года, не по программе основной школы, а по программе начальной школы. То есть хотели посмотреть, насколько хорошо всю программу начальной школы учащиеся освоили. Так вот, было выяснено, что учащиеся недостаточно хорошо освоили программу. Более того, все задания были и на личностные результаты направлены, и на метапредметные. Безусловно, они были на иностранном языке, поэтому предметные результаты тоже проверялись. Но, как вы видите по диаграмме, довольно плохие, к сожалению, результаты учащиеся показали. Что касается чтения, например, то в национальном исследовании качества образования в чтении предполагалось, что учащиеся должны были соотнести тексты и заголовки. То есть вполне типовое задание, к которому мы уже привыкли учащихся готовить и выполнять его с ними. Однако, все равно учащиеся с этим заданием не справились. Они либо опирались на какие-то стереотипы исключительно, либо они домысливали, они читали текст, либо они выхватывали из текста только какое-то одно слово и на основе этого слова пытались подобрать заголовок к тексту, либо они просто ничего не думали и ставили ответ на «обум». То есть такое тоже было. Как указано в справке, которая прилагалась к результатам национального исследования качества образования, произошло это потому, что до сих пор в обучении очень часто практикуется использование перевода, для того чтобы проверить понимание учащимися текста, который они прочитали. Безусловно, это не совсем верный подход, если мы хотим научить использовать учащихся текст так, чтобы он мог с ним поработать, исходя из задачи, которая перед ним была поставлена. То есть, например, если нужно соотнести те же самые заголовки и тексты, перевод этого текста, да, может быть, и поможет, но при выполнении таких заданий в рамках каких-то исследований, проверочных работ, тестов того же самого ЕГЭ, времени на это нет. Поэтому они не должны ни в коем случае, конечно же, переводить эти тексты дословно и понимать абсолютно все. То же самое, да, вот, пожалуйста, здесь как раз выдержка из справки, из методических рекомендаций для учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ на основе того, как учащиеся сдали ЕГЭ в этом году. Здесь сказано все точно то же самое, что я вам только что показывала про пятиклассников и НИКО. То есть ничего не меняется между пятым классом и одиннадцатым классом, они делают практически все те же ошибки, они их дублируют. То есть действительно, как я выделила здесь в полужирном на слайде, усложняет ситуацию именно недостаточная сформированность метапредметных умений и механизмов чтения учащихся. То есть, да, вот, что же все-таки такое смысловое чтение? Здесь справки у меня чуть более подробные, это все выделено. Для тех, кто нас смотрит онлайн, я свою презентацию разрешаю открыть до скачивания. Так что, пожалуйста, скачивайте. Что касается смыслового чтения, да, что же мы к нему будем относить? Я сейчас покажу сразу на примерах, помимо того, что эта проблема есть, как эту проблему можно решить, что мы для этого придумали. Сюда относится умение определять тему текста, уметь прогнозировать содержание текста по заголовку или по ключевым словам. Это очень тяжело для учащихся, как выделить ключевые слова, так тем более по ним работать. Уметь определять главные факты, при этом опуская второстепенные факты. Уметь устанавливать логическую последовательность каких-то фактов, которые, да, излагаются в тексте. Что мы предлагаем как решение данной проблемы? Нами были разработаны серия упражнений, которые вышли в изданном виде в издательстве «Титул». Это серия пособий, направленных именно на работу над метапредметными умениями у наших учащихся. Внутри, во всех пособиях, есть подробное методическое сопровождение, то есть вплоть до того, как использовать каждое задание, почему они в таком порядке расположены, до того, какое упражнение на какое метапредметное умение направлено, то есть что мы добьемся как результата после выполнения того или иного упражнения. Вот, например, перед вами сейчас упражнение из книги для третьего класса, то есть для третиклассников. В упражнении требуется найти 25 названий хобби. Учащимся не говорится, что они должны полностью понять содержание текста. Нет, их просят только найти 25 названий хобби. И что первым делом мы слышим от коллег, которые начинают апробировать книги и никогда до этого не сталкивались с такими пособиями. Они говорят, что текст очень большой, потому что они привыкли, что текст нужно полностью прочитать. А ведь текст здесь не нужно полностью читать. Посмотрите, вот на этом слайде я разобрала этот текст полностью. Уже в рубрике «Mind», а уметь пользоваться сносками, комментариями, это метапредметные умения, и, соответственно, учащиеся должны уметь ими пользоваться. Они у нас даже иногда в словаре слова найти не могут в печатном, только в электронном. Digital natives. Соответственно, уже в рубрике «Mind» вы видите, я обвела круг красным и выделила пять названий хобби, уже вынесены туда. Их искать по тексту не нужно, они полужирным по тексту выделены. Выделяем их. Далее по аналогии мы находим, что еще многие названия хобби заканчиваются на «Ing». Соответственно, мы проводим аналогию, что, наверное, есть еще названия хобби по тексту, которые тоже могут заканчиваться на «Ing». И мы работаем таким образом, опять логическими умениями, применяя их с текстом. Таким образом, мы находим уже 11 плюс 5 названий хобби. Много ли нам осталось до 25? На самом деле нет. Более того, так как в этом пособии мы учим учащихся работать с маркерами, то есть уметь текстовыделителями сразу же отделить в тексте, главное, от второстепенного, в принципе, это не обязательно всегда дальше делать только маркерами или цветом, да? Старшие уже учащиеся дойдут до этого и будут работать просто карандашом или ручкой. То есть так или иначе, они умеют, они видят после выполнения подобных заданий, это показывает практика, где уже в каком куске текста ничего искать им не нужно. То есть этот текст полностью уже изучен. Более того, как подсказка, здесь даются еще и пиктограммы, нужно уметь пользоваться всем, что тебе дали для выполнения задания. И даже алфавит дан не для того, чтобы они расставили эти хобби в правильном порядке, а для того, чтобы они вычеркнули первые буквы тех хобби, которые уже нашли. То есть мы работаем еще и методом исключения. Вот такие вот пособия. Здесь всегда разные задания. Где-то они, например, работают с геологическим древом, как вот здесь в третьем классе. То есть, опять же, пропуски есть, но не в тексте, а в геологическом древе. Чтобы правильно заполнить это геологическое древо, не всегда нужно даже читать текст. То есть достаточно иногда по тексту просто найти какие-то важные такие понятия, где-то имя выхватить. Оно есть в геологическом древе, оно есть в тексте. И, соответственно, что-то куда-то выписать. Они работают с маркерами, с дотекстовыми вопросами. Это тоже очень важно, научить их с этим работать. Они, конечно же, работают на задания, где нужно разбить текст на абзацы логически, где нужно эти абзацы потом озаглавить. И даже до пятого класса у нас такие пособия есть. То есть я разработала пока что задания до пятого класса включительно. Но в основном все-таки меня интересует именно работа с начальной школой. Поэтому вот на начальную школу у нас есть все. Мы стараемся как можем еще что-то туда дополнять и как-то это модернизировать. Все пособия апробируются уже не первый год, далеко не первый год. Есть онлайн-аппровация. И просто у меня коллеги, которые из разных регионов Российской Федерации, по ним работают и успешно работают. И можно посмотреть даже в интернете просто какие-то отзывы коллег. Подводя итоги, действительно результаты показывают, что именно целенаправленная работа над метапредметными заданиями позволяет обучить наших учащихся, как работать с текстом. Также даже отмечено коллегами, которые работали по данным пособиям, что учащиеся переносят умения, которые они приобрели при работе с текстами на уроках английского языка на уроки других, на другие предметы, другим учителям. Это очень интересно. И, конечно же, сформированность универсальных учебных действий обучающихся это залог успешного обучения в начальной школе. А начальная школа – это база всему. Поэтому мы должны их там этому научить. Специально разработанные учебные пособия, конечно же, вот такие с метапредметными заданиями. Их на данный момент больше я не нашла по иностранному языку. Это очень интересно. Они могут работать на формирование универсальных учебных действий, в том числе, конечно же, на смысловое чтение, то есть на работу с текстами, на выполнение разных заданий, которые к этому тексту стоят. И, конечно же, помогать учащимся изучать иностранный язык. Спасибо большое. Большое спасибо, Алена Евгеньевна. Следующее выступление. Ирина Геннадьевна Игнатьева, кандидат в филологических наук, доцентр кафедры английского языка номер один ГЕМУМИД РФ. Тема выступления «Специальный перевод в контексте лингводидактики». Так, хорошо. Ирина Геннадьевна отошла. Тогда следующее выступление. Представитель еще одного соорганизатора конференции Национальной ассоциации учителей английского языка Светлана Владимировна Санникова, кандидат педагогических наук, доцентр кафедры иностранных языков Южно-Уральского государственного педагогического университета, президент Челябинской ассоциации учителей английского языка, представитель Координационного совета Национальной ассоциации преподавателей английского языка, координатор международных программ, целого ряда программ. Тема выступления «Проект ProSET. Методология тестирования и оценки знаний». Светлана Владимировна планировала прилететь из Челябинска в Москву. К сожалению, ей пришлось буквально вчера вечером отменить полет из-за одного мероприятия университетского, но Светлана Владимировна смогла прислать видеозапись выступления. Поэтому, коллеги, давайте послушаем. Продолжение следует... 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 Очень повезло, что судьба так распорядилась, что я успела и поучиться, уже работая у Елены Николаевны, и поработать вместе с ней. Потому что совместная работа с ней убедила меня в том, что, несмотря на то, что престиж нашей профессии временно, я надеюсь, падает, если выполнять свою работу на 100%, а лучше на 120%, можно чувствовать себя очень хорошо, не унывать и с оптимизмом смотреть в будущее. Еще Елена Николаевна открыла для меня лично целый мир тестирования. Не только тестирование результатов работы студентов, но и разработки контрольно-изменительных материалов. И в связи с этим тема моего доклада, которая связана с контролем навыков аудирования в неязыковых вузах или нелингвистических вузах. В своем докладе я кратко опишу место аудирования в итоговой аттестации бакалавриата, требования, которые предъявляет федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования к формированию этих навыков, а также предложу некоторые типы тестовых заданий по аудированию, которые могут быть использованы по итогам обучения в бакалавриате. Начнем с тех документов, на которые мы опираемся при разработке своих программ, при разработке своих учебных планов, при составлении своих учебных пособий. Это федеральный государственный стандарт высшего профессионального образования, связанный с ним документ «Примерные программы дисциплины иностранных языков и языковых вузов», разработкой которой как раз и занималась Елена Николаевна вместе со своими коллегами, и также отечественные исследования, которые проводятся в этой области. Ну, хорошая новость то, что, несмотря на все изменения в федеральном государственном стандарте, которые происходят начиная с 2013 года и по сей день они продолжаются, требования к результатам подготовки бакалавриата по всем направлениям включают способности выпускников бакалавриата общаться на иностранном языке и решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия. То есть иностранный язык остается в бакалавриате. Однако при этом, несмотря на то, что «Примерная программа иностранных языков» Примерная программа «Дисциплина иностранный язык для неязыковых вузов» подразумевает, что развитие иноязычной компетенции должна быть сбалансированной и развивать как рецептивный и продуктивный виды рычевой деятельности. И несмотря на то, что отечественные методисты и практики признают важность аудирования как неотъемливого элемента языковой компетенции, аудирование как таковое очень редко встречается в итоговой аттестации выпускников вузов. И для этого есть целый ряд причин. Во-первых, сам стандарт высшего образования не отражает и не закрепляет планируемые результаты для выпускников вузов. И это тот проект, который не успел начать, но не успела достаточно продвинуть Елена Николаевна, хотя такие идеи были. Это сильно отличается от ФГОСа по среднему образованию, где запланированные, закрепленные планируемые результаты подразумевают, что аудирование является неотъемлемой частью итоговой аттестации. Мы знаем, что в ЕГЭ аудирование является одним из четырех элементов, имеющий такой же вес, как и говорение, письмо и чтение. Нужно отметить, что больший фокус в федеральном стандарте высшего профессионального образования делается на продуктивные навыки письмо и говорение. Видимо, из-за этого основной вид экзамена, который мы получаем при ДД выпускников бакалавриата, это письменный экзамен или устный экзамен. Помимо этого, современные методики преподавания и современные исследования, они могут найти какой-то системный подход к выбору и разработке заданий по аудированию в вузах. Нет единых системных требований. Сами учебные пособия не продвигают аудирование и не способствуют тому, чтобы сделать его неотъемлемым элементом итогового тестирования. Все учебники и учебные пособия можно разделить на две части. Это разработки российских вузов, чаще всего для профессиональных целей, и авторы в таких учебниках не ставят своей целью развивать навыки аудирования, либо используют их как второстепенные, развивающие, сопутствующие. Либо это разработки зарубежных издательств, как правило, для общих и для академических целей, которые имеют в своем составе материалы для контроля. Но проблема с этими материалами заключается в том, что все эти контрольные имеются либо в самом учебнике, либо студенты могут легко получить доступ к этим материалам через интернет и, соответственно, не могут быть использованы для итоговой аттестации. Одной еще из причин является само отношение преподавателей, которые рассматривают навыки аудирования как второстепенные и используют их лишь для формирования других компетенций и не хотят, либо не умеют разрабатывать материалы для контроля. Также есть некоторые определенные технические сложности. В некоторых ВУЗах нет технических возможностей записать качественные материалы для итогового тестирования. Однако сам стандарт, хотя и опосредованно, не непосредственно, и примерная программа по иностранным языкам требует, чтобы выпускники бакалавриата умели получать информацию из разнообразных аутентичных источников, что не исключает источники аудио, они должны уметь понимать основное содержание и находить значимую или запрашиваемую информацию. Из всего этого следует, что целесообразно включить контроль наук аудирования в состав обязательной итоговой аттестации выпускников бакалавриата. В связи с этим мы можем предложить несколько типов тестовых заданий. При составлении и подборе типов заданий мы должны принимать во внимание, что разные исходные уровни развития иноязычной компетенции на разных направлениях подготовки бакалавриата, а также разное количество часов, которые предусмотрены на разных программах для освоения дисциплины иностранный язык, требует или подразумевает тестирование навыков аудирования на двух уровнях – основном и продвинутом. Основной уровень в рамках общеевропейских компетенций владения иностранным языком – это уровень А2 и требует всего лишь ограничен пониманием основного содержания текста, несложного и непродолжительного текста, чаще всего ограничивающийся подседневными темами. Продвинутый уровень требует от выпускников бакалавриата понимания, помимо понимания основного содержания, умения выделить значимую информацию, понимать точку зрения говорящего и отношение к предмету. И, естественно, тематика не может быть ограничена только повседневными ситуациями. Те типы заданий, исходя из того, что вот сами навыки, понимание основного содержания или более продвинутые навыки, влекут за собой разные виды самих тестовых заданий. Для основного уровня возможно ограничиться заданиями на сопоставление с множественным выбором, то, что называется multiple matching, или определение последовательности основных идей, sequencing, что является более сложным заданием, поскольку для того, чтобы что-то sequence, какую-то последовательность определить, сам текст должен быть более объемным и более долгим по звучанию. И также задания с выбором альтернативных ответов. Этот тип заданий подвергается большой критике уже много лет, поскольку здесь большой процент угадывания, true, false. Есть предложение усложнить этот тип задания, добавив еще одну опцию, not given, хотя эта опция тоже вызывает большую критику, поскольку для аудирования это не очень естественное условие. Также усложнить это задание предлагается исправлением неправильных ответов, false answers. Продвинутый уровень может включать в себя и все предыдущие три типа заданий, более сложные варианты этих заданий. Также может включать задания с множественным выбором, multiple choice. Эти задания хороши как для проверки основного понимания текста, так и для более глубокого понимания, особенно для текстов, долго звучащих, больших по объему. И также задания с коротким ответом. Это уже новый тип заданий, который мы можем еще классифицировать как задания с конструируемым ответом. Этот тип заданий требует более высокого уровня сформированности навыков аудирования. Например, такие задания как sentence completion не ограничиваются односложным ответом и могут быть достаточно пространными. Естественно, мы понимаем, что продвинутый уровень не может ограничиваться вот этими пятью видами заданий, и, соответственно, в зависимости от той программы обучения, направления обучения, эти задания могут интегрировать коммуникативные, профессионально-коммуникативные, академические умения. И примерами таких заданий мы можем назвать, например, подбор аргументов для написания эссе или подбор примеров для написания эссе. Составление концепт-карты, что более сложное задание, но возможное при определенной структуре подобранного текста. Также составление собственного конспекта лекции либо заполнение предложенного конспекта лекции с какими-то пропусками, а также классификация информации по определенным признакам. Вот такой набор тестовых заданий, естественно, можно модифицировать, их можно комбинировать, их можно менять, усложнять, но вот эти типы заданий контролируют все умения, которые необходимы в области аудирования, которые должны владеть выпускники бакалавриата неязыковых вузов в соответствии с требованиями федерального стандарта и рекомендациями примерной программы по иностранным языкам. Это все. Я так и не справилась. Спасибо большое за внимание. И надеюсь, что это такая хорошая почва для размышлений преподавателям вузов. Спасибо. Большое спасибо, Мария Александровна, за интересный подход к контролю навыков аудирования и за то, что получилось перекинуть мостик от требований итоговой аттестации к требованиям обучения на уровне бакалавриата. Следующее выступление продолжает идею итоговой аттестации. Оно посвящено оцениванию эссе к вопросу о прозрачности критериев. И выступит Аида Сергеевна Радаманченко, кандидат педагогических наук, доцент высшей школы экономики, научный сотрудник Центра педагогических измерений и соавтора Елены Николаевны Солововой, а также Ирина Викторовна Хитрова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка номер 4 МГИМОМИД РФ, ученый-секретарь Гринсонного комитета конференции. Дорогие коллеги и гости конференции, позвольте мне для начала поприветствовать вас от имени организационного комитета, поблагодарить вас за то, что вы нашли время, нашли силы, и что вы сегодня вместе с нами вспоминаете не только выдающегося ученого, замечательного человека и прекрасного педагога, но и то, что вы готовы продолжать ее дело, готовы учить детей, готовы делиться с ними своим теплом и своими знаниями. Сегодня мы с вами с Айдой Сергеевной хотели бы представить доклад. Я прошу прощения, еще буквально одну минуточку. Вот сейчас посмотрела наши две фамилии рядышком. Вы обратите внимание, мы с Айдой Сергеевной представители различных вузов. Вот я как раз хотела бы сказать о том, что Елена Николаевна обладала таким еще уникальным даром, она умела объединять людей. Сегодня говорили о том, что многие работали в команде с большим удовольствием с Еленой Николаевной. Вот Елена Николаевна была как раз таким человеком, который очень хорошо умел подбирать кадры и который умел объединять людей, которые работают вместе. Я думаю, что вот наш сегодняшний совместный доклад с Айдой Сергеевной, представителем Национального университета Высшей школы, будет подтверждение. Так. Спасибо большое. Коллеги, можно я начну с вопроса? Скажите мне, пожалуйста, кто из вас пользуется пятибальной шкалой оценивания? Поднимите, пожалуйста, руки. Так. Ага, спасибо. Я так понимаю, представители школы. Да? Хорошо. Второй вопрос. Десятибальная шкала? Да. Высшая школа экономики, конечно, десять баллов. Спасибо. Стобальная шкала. Ну, МГИМО уже. Конечно, конечно. Спасибо большое. Но я думаю, что не открою большого секрета, если скажу, что все представители, кто проголосовал за пятибальную шкалу, за десятибальную шкалу, за стобальную шкалу, естественно, придерживаются одних и тех же целей оценивания. Так, я так понимаю, я уже сама перехожу. Угу. Так, давайте с вами посмотрим на цели оценочной деятельности. Ну, безусловно, я думаю, вы со мной согласитесь, что это контроль знаний, умений и навыков. Но помимо этого, это и стимулирование активности студентов на занятии, формирование у них адекватной самооценки, развитие мотивации для дальнейшего обучения и, безусловно, целенаправленное планирование и даже коррекция учебной деятельности. В своей оценочной деятельности мы с вами, как правило, опираемся на следующие принципы оценивания. Это полезность, обоснованность, надежность, практичность, влияние на учебный процесс, аутентичность, прозрачность и, безусловно, конфиденциальность, разрабатывая тестовая информация. Давайте с вами остановимся на отдельных пунктах. Мне хотелось бы начать с валидности. Это пункт, который я считаю наиболее значимым, поскольку при соблюдении этого принципа мы с вами во время оценивания обязательно опираемся только на те навыки и умения, которые формировались и развивались на наших с вами занятиях. И тестовое задание содержит исключительно знакомый по формату, безусловно, а не по заданиям, тестовый материал. Следующий пункт, на котором бы мне хотелось также сфокусироваться, это надежность. Безусловно, мы должны с вами следовать строгой спецификации, которую мы разрабатываем, обязательно поддерживать системность тестовых заданий и закладывать адекватное время. Когда мы с вами планируем любое проведение оценивания, мы обязательно рассчитываем, сколько времени на это уйдет и каким образом это будет все определено. Также хочу обратить ваше внимание на грамотное определение веса каждого задания. Но это, как правило, в спецификации прописывается, мы с вами этому следуем. Вошбэк, интересный достаточно пункт, когда нам нужно преодолеть все эти полосы препятствий и, соответственно, формировать проверяемые в ходе оценивания навыки и умения. Вот здесь мне хотелось бы особенно подчеркнуть, что мы на своих занятиях и проводя оценивание не натаскиваем на какой формат экзамена, мы именно обучаем языку. Тоже немаловажный пункт – это прозрачность оценивания. Я думаю, что многие со мной согласятся, что четкие критерии и оценивание работы студента, ученика, любого обучаемого чрезвычайно важны. И, соответственно, нам необходимо с вами понимать, как их можно улучшить, как их можно совершенствовать. Сегодня мы хотели в своем докладе с Айдой Сергеевной остановиться бы на трех основных типах эссе, которые, как правило, пишут в УЗИ. Я думаю, что вы прекрасно знакомы с форматом данных трех видов эссе. Это выражение собственного мнения, выражение аргументов за и против и предложение решения проблемы. Давайте с вами посмотрим, какие у нас есть общие пункты у всех трех видов перечисленных эссе. Я прошу вас обратить внимание на подчеркнутые слова, потому что это как раз те пункты, которые мы с вами в оценивании обязательно будем закладывать и отслеживать за их контролем. Итак, что же мы делаем в опиньен? Мы с вами обязательно утверждаем какую-то проблему, мы высказываем свою точку зрения, и мы с вами обязательно приводим аргументы и подтверждаем их какими-то причинами, пояснениями, детализациями. То есть это те пункты, которые мы с вами должны обязательно оценивать. Давайте посмотрим, какие пункты мы должны соблюдать. Соответственно, мы с вами развиваем параграф, и мы пишем его грамотно. Мы соединяем предложения с соответствующими линкерами, словами соединительными. Мы начинаем каждый параграф обязательно с topic sentence, и мы с вами, естественно, работаем в формальном стиле. Это те пункты, которые, повторюсь, мы с вами обязательно будем учитывать при проведении оценивания. Второй вид эссе, for and against, посмотрите, пожалуйста, у нас с вами есть очень многие схожие пункты, да, states and topic, опять же, points for and against, мы приводим с вами примеры, мы приводим причины, и мы обязательно подводим итог. Посмотрите еще раз, пожалуйста, на пункты, которые мы освещаем в этом виде эссе. Мы начинаем, опять же, topic sentence, то есть понимаете, что мы его должны обязательно оценить. Мы не забываем выразить свою точку зрения, но делаем это в non-emotional way, и, соответственно, мы с вами приводим какие-то разумные вещи, которые относятся именно к данной теме. И последний вид эссе – это решение проблемы. Опять же, посмотрите, сколько общего. У нас с вами есть определенный формат, у нас есть определенные структуры, естественно, topic sentence, и, соответственно, linking words and phrases. Ну, давайте теперь передадим слово Аиле Сергеевне. Схема оценивания – это та альтернатива, которая доступна каждому для оценивания работ как студентам, так и учащихся. И самое главное, что должно быть в схемах оценивания, это то, что они должны быть основаны на дескриптивных шкалах. Они должны оценивать степень сформированности навыка или умения. Их самый большой плюс заключается в том, что они делают контроль прозрачным. И в то же самое время они способствуют повышению мотивации и, в принципе, повышению уровня владения иностранным языком. Я покажу несколько примеров схемы оценивания с учетом определенных параметров. В данном случае ключевой момент является то, что схемы оценивания, они должны быть четкими. Если вы посмотрите на предложенные критерии оценки СССР, то по большому счету они не являются информативными ни для студентов, ни для преподавателей. По ним невозможно выставить определенный параметр. Если мы возьмем вот эти системы критерии оценивания, то вы увидите здесь, что уже есть определенные числовые показатели, которые подают вес тем или иным параметрам. Тем не менее, с точки зрения мотивации к обучению и к развитию уровня владения собственным языком, данные цифры ничего не говорят студентам. Получив 4, он не знает. Он должен улучшить структуру СССР, он должен улучшить формулировку основной мысли, либо аргумент. И еще один момент. Схемы оценивания, они должны быть удобны как для студентов, так и для преподавателя. В данном случае, как вы видите, на 8-10, на высокий уровень, мы видим, что студент должен уметь делать с точки зрения содержания. Однако не очень понятно, чего он должен достичь с точки зрения организации эссе, либо орфографии и пунктуации. Схемы оценивания бывают разные. Чаще всего мы рассматриваем их элистически или аналистически. Вопрос в том, какие выбрать, это вопрос преподавателя, и по большому счету вопрос удобства каждого преподавателя. Холистическая шкала оценивания позволяет нам в целом оценить работу. В то же время, аналитическая шкала оценивания позволяет нам оценить отдельные пункты и работу по отдельным критериям. В данном случае критерии оценивания эссе, которые вы видите на экране, они очень четкие. Студент знает, что он должен улучшить, чтобы повысить собственный бал. И преподавателю легко проверять работу по данным критериям. В пятом случае, что выбирать, холистические или аналитические, зависит от вас как преподавателя и зависит от ваших целей оценивания. Но ключевой момент шкала оценивания должна быть. Она должна быть понятна вам и вашим студентам. Она должна быть прозрачной. Как твердо последует школа Елены Николаевны, я уверена, она должна быть положительной, позитивной и мотивирующей на дальнейшее изучение иностранного языка. Ну а теперь, коллеги, давайте посмотрим на слайд. Я думаю, что вы все знаете о том, что существует два способа подсчета баллов. Как правило, мы с вами берем 100 баллов как единое целое. Некоторые преподаватели из 100 баллов предпочитают вычитать количество ошибок. Есть такие в зале? I guess we expected to, да? Итак, есть преподаватели, я повторюсь, приверженцы первой точки зрения. Когда мы вычитаем баллы за каждую допущенную ошибку, и не редки такие случаи, когда мы уходим в минус. Правда? Бывает такое? И второй есть подход. Когда мы с вами не вычитаем баллы за ошибки, а наоборот мы с вами хвалим за достижения. Мы складываем пункты за те хорошие моменты, которые мы увидели в эссе. Мы хвалим студента таким образом. Не критикуем, а хвалим. То есть вот они, две точки зрения. Наша с вами уже, в общем-то, задача выбрать, какой мы будем с точки зрения придерживаться. С точки зрения психологического аспекта оценивания и нашей своей психологии, я уверена, что нам с вами больше понравится, когда нас будут хвалить и показывать, к чему стремиться. Это принцип оценивания зеленой ручки. А не отмечать все наши ошибки и показывать, какие мы с вами не молодцы. Это принцип оценивания красной ручки. На сегодняшний момент в России оценивание и вообще система контроля, она продолжает развиваться. И взяв за основу, по большому счету, рекомендации Совета Европы, а именно то, что критерии того, что учащийся может выражено в положительном плане утверждениями can do, я могу, даже на сегодняшний момент в ЕГЭ шкала оценивания и письменных заданий опять-таки сформирована максимально положительно, несмотря на то, что так или иначе мы все равно считаем ошибки. Я думаю, что на самом деле за положительный подход к шкалам оценивания, в том числе в ЕГЭ, нам стоит благодарить Елена Николаевна Солоова, которая принимала непосредственное участие в разработке данных шкала оцениваниях. Мы хотим спросить у вас, какой подход используете вы. И на самом деле хотим спросить не только у тех, кто сидит в данной аудитории, но и у тех, кто слушает нас в данный момент через интернет. Я вас очень прошу, если вы умеете пользоваться вашими мобильными телефонами не только как телефонами, но и как гаджетами, пожалуйста, либо сосканируйте код, который вам позволит пройти опрос из двух, всего двух вопросов, либо вам надо просто зайти на сайт menti.com и вбить шесть циферок. Один, шесть, три, девять, четыре, три. У нас есть QR-коды на бумажках, если я беру ваш телефон и его не сканирую. Первый вопрос, он очень и очень простой. Это какую систему подсчетов баллов используете вы? Вы? Что вы? Вы учитываете достижения и вы хвалите ваших студентов и учащихся? Или же вы считаете ошибки и тем самым вычитаете баллы? Можно, можно, но зачастую, можно. Согласна, в том же самом ЕГЭ мы это объединяем. Мне кажется, что здесь у меня есть еще третий вариант, ни одну из предложенных выше. Как раз если вы объединяете... Что мы хотим, мы поставим декоративный вариант, что мы должны быть. Мария, вы бежите впереди нас и вы даете ответ на следующий вопрос на самом деле, который мы хотели бы вам задать. Мы видим, что диаграмма меняется. Я думаю, что результаты... Вы можете проходить этот опрос в своем темпе. Итоговые результаты мы увидим, наверное, чуть позже. И второй вопрос – это готовы ли вы изменить вашу систему оценивания? Да, начну оценивать достижения, в том числе, если вы... Это в том случае, если вы учитываете ошибки. Либо нет, ни за что. Буду продолжать учитывать достижения. Я сторонник положительной системы оценивания. И третий вариант – нет, не убедили, буду считать ошибки и дальше. Нам на самом деле больше интересно вот то, что будет здесь, на этой шкале. Мы видим, как у нас меняется окрашенность. Всегда называла бубликой, мы назову сейчас данного бублика. И как мы видим, что все-таки 40% продолжают оценивать положительно, но это все-таки меньше, чем половина. Больше половины на данный момент учитывает ошибки, но собираются оценивать достижения в дальнейшем. И мы бы хотели на самом деле показать вам... Оп, сейчас... Попробовать с вами быстренько потренироваться. Ирина Викторовна? Там был микрофон. Итак, дорогие коллеги, давайте мы с вами посмотрим, как можно совершить переход от одной шкалы к другой. Если мы с вами предпочитаем критиковать и удалять баллы за допущенные ошибки, что мы видим с вами в критериях оценивания? Основная идея ИСЭ не сформирована, и мы, естественно, будем вычитать за это баллы. Как можно изменить ситуацию к лучшему? Как можно дать позитив? Ваши идеи? Сформулировано, конечно. Смотрим дальше. Мы добавляем 5 баллов. И, соответственно, от нуля мы с вами уже приближаемся постепенно. Ну, надеемся, да, что приближаемся. У нас уже в копилочке 5 баллов. Отсутствуют аргументы в поддержку основной идеи ИСЭ. Как мы будем переделывать? Присутствуют. Смотрим. Данные аргументы присутствуют, верно. Отсутствуют примеры, подкрепляющие аргументы. Ваши идеи, коллеги? Замечательно. Структуру текста рассматриваем. Структура текста не соответствует структуре ИСЭ. Текст не разделен на параграфы. Нет деления. Деление неверное. Что изменяем? Естественно, соответствует структуре. Текст разделен. Деление грамотное, корректное. И у нас с вами, смотрите, как растет колоночка. У нас появляются еще дополнительные баллы. Параграф не соответствует принципу. Ну и движением руки, да, мы с вами быстро поменяем ситуацию. Параграф соответствует. Отсутствие средств логической связи. Достаточный объем представлен, да, средств логической связи. И таким образом, посмотрите, мы с вами от шкалы на удаление баллов переходим в позитивную, психологически комфортную шкалу. При этом шкала по себе не изменилась. Оцениваем мы все то же самое. И баллы остались прежними, по сути дела. Только мы из минуса ушли в плюс. Мы знаем, что многие из нас поставлены в такие условия, когда нам изначально задано отрицательство шкала, когда мы вынуждены вычитать баллы. Но мне кажется, что в наших своих силах все изменилось. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо, уважаемые коллеги, за для кого-то новый и свежий взгляд, для кого-то привычный. И мы убедились, что мы правы. Взгляд на оценивание. Следующее выступление. Наталья Игоревна-Светкова, кандидат педагогических наук, доцентка кафедры английского языка номер один ГИМО МИД РФ. Тема выступления. Способы интенсификации процесса обучения студентов-международников. Английский язык. Начальный этап. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность, за предоставленную возможность принимать участие в конференции. Мне также посчастливилось работать с Еленой Николаевной. И мы участвовали в написании главы в сборнике, в кембриджеском сборнике, посвященном проведенной конференции «Магия Инна». Я всегда вспоминаю слова Елены Николаевны, что каждый день наша работа проходит именно в аудитории, со студентами. И сегодня я хотела бы остановиться на таком практическом аспекте, как мы интенсифицируем, как мы оптимизируем нашу работу в аудитории каждый день. Что для этого делаем? Я не займу много времени и сконцентрируюсь вот на таких моментах. Я расскажу, как мы работаем с студентами первого курса. Это достаточно особенный контингент на нашем факультете. И какие технологии мы можем применять на конкретном аспекте. Остановлюсь на некоторых императивах и технологиях системы качества, которые, как известно, используются в производственной сфере. Но поскольку как в сфере производства, так и в образовательной сфере мы преследуем одни и те же цели – повышение качества, то некоторые из них будут применимы и в процессе обучения студентов. Остановлюсь на аспекте письменной речи, письмо и сформулирую несколько методических рекомендаций, если вы позволите. Прежде всего, специфика контингента наших учащихся. На первый курс приходят совершенно разные наборы. Последние годы – это разношерстные группы, группы с разным начальным уровнем языковой подготовки. С одной стороны, победители Всероссийской Олимпиады по истории, большие абитуриенты, но, к сожалению, уровень английского языка достаточно слабый. Мы не можем их формально перевести в группы начинающего потока, поскольку в школе они изучали английский язык, издавали по нему государственный экзамен. И, с другой стороны, действительно сильные студенты справились успешно со вступительным испытанием по английскому языку, уровень выше среднего. В итоге, в результате прохождения всей программы, все студенты должны достигнуть уровня профессионального владения, уровня С1. Вот такая образовательная среда – совсем нередкое явление, и существует множество способов оптимизировать обучение данного контингента студентов с учетом их разного базового уровня. Необходимо внедрение таких способов интенсификации процесса обучения, которые помогают учащимся занять активную позицию в образовательном процессе. Здесь проведу параллели между процессом обучения и производственным процессом, поскольку в результате оба должны увенчаться качественным результатом. Несколько слов о теории качества и о тех принципах, которые… тех императив, которые применяю в аудитории каждый день. Корни проблемы – достижение качества. Будь то качество услуги, товара лежат в управлении, и нужно не исправлять ошибки, а стремиться их избежать. Также помню всегда о том, что практическое воплощение любой задачи ведется на уровне небольших задач. Действую постепенно, шаг за шагом. Разработанные Эдвардом Деммингом технологии для контроля над непрерывным улучшением качества, согласно которым управление качеством осуществляется циклически и проходит через следующие этапы – планирование, осуществление контроль и управление воздействием могут быть применимы и в образовательной среде. На первом этапе планирования предполагается деятельность по установлению целей и требований качества, а также подразумевает подготовку программы качества, выработку предложений по улучшению качества. Улучшение качества возможно только благодаря планированию и практическому применению планирования. Второй этап – осуществление. Включают в себя методы и виды деятельности оперативного характера. В состав процедур или технологий на данном этапе входит промежуточный контроль и реализация мер по корректировке процессов. Третий этап – контроль непосредственность – совокупность планируемых и систематически осуществляемых видов деятельности в рамках системы качества, необходимых для создания и подтверждения достаточно уверенности в том, что продукт, процесс или услуга удовлетворяют установленным требованиям к качеству. Четвертый этап – управление воздействием. Включают в себя все мероприятия, осуществляемые в целях повышения эффективности и результативности деятельности процессов для получения прибыли организации или выгоды потребителей. Таким образом, любой процесс создания качественного товара или оказания услуги высокого качества проходит по циклу, на каждом этапе которого в целях оптимизации применяются определенные технологии или императивы. Но, как известно, в образовательной сфере и вот в нашем конкретном случае на начальном этапе обучения студентов-международников, которые имеют разный уровень языковой подготовки, система управления качеством подразумевает набор учебных процедур и регламентов, которые не являются ежедневными. В то же время идея цикла и технологии, применяемые на каждом этапе этого цикла, могут лечь в основу работы на каждом занятии, что позволит, в частности, наметить все методические приемы для развития языковых умений и навыков студентов. На примере аспекта письменной речи в группах студентов с разным уровнем подготовки по английскому языку, речь идет о первом курсе, трудности, в первую очередь вызванные переносом структуры русского предложения, способов описания ситуации в английский язык, появлением буквализма в письменной речи, также смешением правил пунктуации в русском и английском языках. У большинства учащихся наблюдаются проблемы в таких простейших темах, как построение предложений, порядок слов в нем. Как правило, студенты никак не могут запомнить структуру параграфа, его логику, позволяя себе вначале лирические отступления от темы. Среди типичных ошибок преподаватели указывают следующее. Описание в параграфе нескольких идей, иногда даже противоречащих друг другу. Нечеткое формулирование topic sentence, несоответствие topic sentence и concluding sentence, и введение новых мыслей в concluding sentence. Императивы системы качества, а именно развитие шаг за шагом и стремление не допускать ошибок, применимы в ходе выполнения упражнений по написанию всех типов параграфа, и работа может строиться по следующей схеме. Подготовительный этап, где происходит определение целей и задач, то есть планирование качества, выполнение задания непосредственно. Второй этап – осуществление качества, проверка выполненного задания, то есть контроль качества и обратная связь, управление воздействием. Для успешного выполнения задания преподавателю предлагается следовать таким методическим рекомендациям. В ходе подготовительного этапа необходимо разделить студентов на малые группы с лидером, более сильным студентом. В процессе выполнения задания, во время второго этапа, студенты работают в малых группах под руководством лидера группы, который направляет своих одногруппников, проводит постоянный мониторинг, контролирует правильность выполнения заданий. Итогую проверку выполненного задания третий этап осуществляет преподаватель. И на четвертом этапе происходит обратная связь, при этом преподаватель не только комментирует ошибки, но и дает возможность студентам проанализировать их, направляет и руководит обсуждением. Таким образом, сильные студенты обучают слабых и в идеале успеха добиваются все. Спасибо. Большое спасибо. Коллеги, следующая тема. Формирование надпрофессиональных навыков в процессе обучения языку специальности. Ирина Владимировна Медведева, старший преподаватель кафедры английского языка номер 6, МГИМО МИД РФ. Хорошо. Следующая тема. Творческая направленность обучения иностранному языку в ВУЗе. Ольга Николаевна Кишко, преподаватель кафедры английского языка номер 4, МГИМО МИД РФ. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Позвольте представить ваше внимание. Небольшое сообщение на тему творческая направленность обучения иностранному языку, которая представляет собой информацию о проводимом эксперименте и прозвучит как некий план эксперимента, где мы скажем об актуальности, о терминологическом аппарате, но очень кратко, чтобы не напугать вас, обоснования и, собственно, примеры. Мы переживаем креативный бум, повсеместно ведутся поиски новых идей, нетрадиционных решений. Современное образование идет в ногу со временем, ставя своей целью не только усвоение огромного и постоянно увеличивающегося объема знаний, или, по меньшей мере, ориентацию в этом объеме, который без того еще и нарастает, но и получение, создание знания, которого еще не существует, но потребность к которым назрела. Мы говорим о навыках 21 века, к числу которых относится и навык креативности. Подобные задачи стоят и перед преподавателями иностранного языка, предмет которых открывает широкие возможности для развития креативности. Перейдем к определению понятий. Творчество, как мы его понимаем в нашей работе, творчество – это деятельность, направленная на конструктивное преобразование информации и созидание инновационных результатов. В основе этой деятельности лежит активность субъекта, преодолевающая предустановленные границы деятельности. Следующее понятие, которое нам также потребуется – творческие способности. Повторять его нет необходимости, потому что оно вытекает из определения творчества, то есть это способность определять ту деятельность, которую мы только что с вами определили. И основа творческих способностей – креативность. Это субъективные детерминанты творчества. С одной стороны, она реализуется в процессе творчества и представляет его мотивационную составляющую, а с другой – развивается и формируется в зависимости от особенностей и условий его протекания. Таким образом, понятие творчества, творческие способности и креативность дифференцируются. И первые два понятия выступают как деятельность и способность ее осуществлять, а креативность – как субъективная детерминанта или ресурс творчества. Ставя перед собой задачу формирования творческих способностей, в основе которой лежит развитие креативности, необходимо понимать, какие составляющие креативности могут быть центре внимания и педагогического воздействия. Для данной цели нами была подробно изучена литература, посвященная теоретическим и эмпирическим исследованиям креативности, в результате чего были выделены инвариантные параметры в структуре креативности, которые являются системообразующими. То есть, говоря простым языком, воздействуя на формирование и развитие системообразующих креативных параметров, преподаватель достигает максимально возможных результатов в формировании творческих способностей. Теоретическая модель структуры креативности перед вами, нет необходимости называть ее компоненты. Скажу только, что включает она семь блоков. И вы видите, что они расположены в виде спутников вокруг центрального понятия креативности. Дополнительно только скажу, что каждый из названных блоков, из представленных блоков, представляет собой определенную подсистему блок, который, в свою очередь, включает еще ряд параметров. То есть, всего 27 параметров. Мы не будем, конечно, подробно останавливаться на всех блоках и параметрах, но позвольте все-таки кратко назвать блоки, которые являются системообразующими и которые как раз и включают те инвариантные параметры, о которых выше было сказано. В блоке творческая мотивация, вы видите, он в левом верхнем углу, таким параметром является творческая позиция, ценностное отношение к творчеству, креативное отношение к себе, к своей профессиональной деятельности и стремление к творческим преображениям. В блоке интеллектуальной креативности, которую мы кратко называем интеллект, есть два параметра – дивергентность интеллекта, полифоничность, многофакторность, многоэтранность интеллекта и способность к преобразованию – лоббильность, гибкость интеллектуальных процессов, способность изменять и реконструировать стереотипы, вариативность. Следующий блок – это эстетические параметры. Здесь мы выделим способность к формотворчеству, способность к созданию гармоничных формулировок и идей и способность к ассоциированию. И последний блок – это экзистенции из системообразующих, где мы выделим креативную модель мира, мобильность, способность к преобразованию и реконструкции модели и многополярность, а также открытость новому опыту, экстенсиальность. Итак, мы видим системообразующие составляющие креативности, они идут на орбите ближней к центральному понятию и останавливаться, повторяться не будем. Далее, что мы сделали в целях своего эксперимента, мы сопоставили системообразующие параметры каждого блока креативности с профессиональными компетенциями, развитие которых является необходимым требованием образовательного стандарта в ГОС, ВО, а также внутреннего образовательного стандарта высшего образования МГИМО. И здесь вы видите результат данного сопоставления. Подробно тоже останавливаться не будем, только скажу, что необходимо отметить, что большинство представленных на схеме компетенций относятся к числу не только общих профессиональных, но и дополнительных профессиональных компетенций, что делает поставленную перед нами задачу особенно ценной. Также очень важно сказать, что согласно данным эмпирических исследований, возрастной период от 26 до 35 лет, характеризующийся как период профессионального становления, происходит накопление профессиональных алгоритмов. И именно они закладывают основу для творческой деятельности и развития творческой индивидуальности профессионала. Но может произойти и наоборот, может сформироваться профессиональные стереотипы и делают проблемы развития креативности. И именно этот факт делает проблемы развития креативности, особенно актуальный в предшествующий этому возрастной период, 18-25 лет. Дополнительно также важно сказать, что возрастной период 18-25 лет является сензитивным для развития двух названных с вами инвариантных критериев творческой позиции и способностей к преобразованию. Таким образом, мы видим, что период получения высшего образования это важнейший этап процесса развития креативности. И поэтому во многих странах мира, в том числе и в России, интенсивно разрабатываются новые модели образования, доминанты которых становятся развитие креативной личности в самом широком смысле. Но можно ли научить креативность? Для ответа на этот вопрос обратимся к наглядной схеме модели Эдварда Девану, которая изображает в зависимости традиционного логического мышления и креативного. Девану обращает внимание на нелогичный путь выработки творческой идеи. Но настолько иногда решение кажется простым, что очень многие склонны считать его логичным. Оспаривая такой вывод, Девану сравнивает наше мышление с рекой, протекающий по своему широкому руслу. Чтобы покинуть русло, нам требуется креативный прыжок, как правило, абсолютно нелогичный, иногда даже безумный мыслительный прыжок, который сначала ведет нас в неизвестность. И сложившись в неизвестности, мы должны через боковой рукав найти обратную дорогу в основное русло нашего мышления. Вот именно так, совершив один раз такой прыжок, прошу прощения, наше мышление привыкает к такому, и такой тип мышления становится привычным, рутинным. И в последующем, при каждой попытке, оно будет нас доставлять в ту самую точку, которую мы когда-то обнаружили. Представленная модель лежит в основе целого ряда креативных техник. Но в понимании большинства с креативностью нельзя обращаться при помощи техник, так как творческие идеи, они считают, должны быть живыми, спонтанными. Здесь необходимо уточнить, что техники креативности не претендуют на то, чтобы производить автоматические творческие идеи. Техники – это просто вспомогательные, зачастую очень эффективные средства, которые помогают развернуться креативности системно. Ну, разумеется, сами идеи придется искать самостоятельно. Ну, вот, пожалуйста, переходим к последнему этапу. Это примеры, методы и техники перечислять не будем, их огромное множество. Просто назовем некоторые из них на примере наших занятий. Проводим бы эксперимент на основе занятий по домашнему чтению и аудированию. Если говорить о домашнем чтении, то можно в качестве примера назвать метод образно-эмоционального несоответствия. Мы говорим о программе первого курса, мы ничего не изменяем в программе, поэтому если приведу название рассказа, и тот, кто работает, то узнает. Это Джон Чивилл, рассказ «Рьюнион». Здесь мы обращаем внимание на амбивалентность, эмоциональную сложность сюжета рассказа. Радость встречи отца и сына противоречит общей эмоциональной тональности рассказа, ощущение грусти, разочарования, потерянного праздника. И мы стимулируем студентов к тому, чтобы они расшифровывали элементы, с помощью которых такое содержание воплощено. Далее мы используем метод инверсии, изменение ситуации на противоположную. Например, используя технику ментальной провокации. Это намеренно создается кажущееся противоречивым высказыванием, выводит из состояния равновесия, чтобы достичь нового видения проблемы. Здесь в качестве примера можно привести рассказ о Джеффри Ачера «Бландейт», где преподаватель при работе с рассказом произносит утверждение, что леди не была слепой, и провоцирует студентов на более глубокое прочтение рассказа и на поиск деталей, опровергающих такое утверждение. Дальше семантический дифференциал ОСГУ, как раз очень хорошее упражнение для того, чтобы подготовить студентов к обсуждению рассказа, где в режиме краткой сессии мозгового штурма предлагается выбрать три прилагателя, которые наилучшим образом отражают настроение и содержание рассказа. И я уже заканчиваю. Если говорить об аудировании, то мы здесь используем деструктивно-конструктивный мозговой штурм. На первом этапе нужно высказать как можно больше отрицательных идей, потом конструктивное предложение, а дальше применяем прогрессирующий мозговой штурм, технику модерации. И вот в качестве примера можно привести, что студенты на занятия аудирования по теме community создали виртуальный English-only community, взяли за основу патриарши и пруды, потому что они посчитали, что это им напоминает courtyard, разработали свою концепцию, цель, правила, традиции, инфраструктуру, разработали даже свои волонтерские обязанности в этом сообществе. То есть вот, пожалуйста, виртуальный проект готов. И еще один пример – это поиск стереотипов штампов, нахождение оснований для их реконструкции, преобразования. И в настоящее время как раз вот как следствие этого поиска альтернатив мы сейчас ведем работу над разработкой альтернативного офисного пространства в рамках работы Workspace. Вот на этих бланках вы просто видите вот как раз вот эти дополнительные все задания, которые ведутся в рамках программы. И в заключение мне хотелось бы сказать, что развивающие методы и техники, предлагаемые в современной литературе, способствуют развитию креативности, формированию различных творческих способностей. Вместе с тем очень важно понимать, что в педагогике, ставящей перед собой такую цель – формирование творческих способностей, главное не методы и техники, а креативная личность, которая их использует. То есть речь идет не только о преподавателях, но и о студентах. Поэтому все методы и техники необходимо рассматривать, как открытые модели-ориентиры для творческих преобразований и создание авторов методов и технологий готовых решений не существует. Благодарю за внимание. Большое спасибо, коллеги. Сегодняшний день пленарное заседание было посвящено в основном вопросам обучения иностранным языкам в ВУЗе. Однако Елена Николаевна работала во многом, я хотел сказать прежде всего, но понимаю, что прежде всего было бы сказать неправильно, во многом и для школьных учителей. И благодаря учебникам Елены Николаевны по методике выросли несколько поколений учителей. Я знаю, что для многих эти книги стали настольной книгой. Несколько слов любезно согласилась сказать о работе Елены Николаевны и важности ее работы для школьных учителей. Екатерина Павловна Морозова, представитель координационного совета региональной общественной организации, Единая независимая ассоциация педагогов, заведующий кафедрой иностранных языков Московского центра развития кадров потенциала работников образования. Спасибо за субтитры, что мы с вами были на конференции. Очень приятно, мы с вами были на фронте. Очень рады и с вами были на фронте. Очень рады и с вами были на фронте, которая была на фронте саратницей Елены Николаевны. Конечно, это боль. Но мы сейчас не будем говорить и грустить, потому что мы с ней очень долго, когда я стала, уже лет, наверное, 8, прошло, руководитель ассоциацией огромного города, и когда у меня стала не только одна ассоциация учителей иностранных языков, но, извините меня, их 20 ассоциаций, да, всех предметов школьных. Конечно, то есть те люди, которые те, и не знаю, как назвать таких людей, да, мастера, то есть, наверное, учителя, те мэтры, наверное, я даже так назвала, это как Елена Степана Махмуряна, Елена Николаевна Соловова, то есть те люди, которые действительно оказались рядом со мной, вот непростой момент, потому что, конечно, достаточно молода была и не понимала, как еще начинать. Москва, огромный город, члены иностранного языка, тоже определенно такой школьный учителя, да, такой некий пласт, наверное, я думаю, Алексей Васильевич тоже это подтвердит, потому что много с ним проводим о мероприятии, семинарах и программ повышения квалификации. Поэтому, конечно, Елена Николаевна много сделала для, ну, я имею в виду, представляю Москву, да, для Москвы, много программ было с ней по школам, учителя очень благодарили, учителя очень, действительно, много учителей, молодых учителей, которых она выучила, поддержала, много с ней было программ, когда очень много семинаров мы провели вместе, ее интересовало все, ее интересовало все, она всегда мне звонила, и аттестация педагогов, она говорила, Катя, там, да, как, чтобы было все комфортно, она очень, ну, как-то трепетна к учителям, хотя, да, школьные учителя, казалось бы, да, то есть она сама не выходит в класс, не выходит к детям, работает с учителями, с педагогами, тем не менее, надо, чтобы было комфортно учителям, чтобы, давай, как-то сделаем аттестацию, более комфортно для педагогов. Тогда началось обучение экспертов ЕГЭ, которым-то также я по сей день, да, занимаюсь в Москве, экспертов ОГЭ и ЕГЭ, также она мне очень помогала, и также на месте какие-то программы были тоже согласованы. Московская электронная школа, когда вошла в наши, скажем так, в ряды, также этот вопрос волновало, как, а как учителя смогут, давай мы учителя научим, а вот от них требуют. Она все время говорила одну фразу, вот, ну, почему, а учителя бедных требует то, чему их не учат. Это, знаете, это вот моя тоже фраза жизни, потому что тоже не понимаю, почему нас на все требуют, да, нас вот как-то вот такие какие-то рамки, да, всегда бросают, что мы должны как-то сами эту информацию искать. Поэтому, конечно, спасибо ей огромное. Очень жаль, что действительно сообщество педагогов, я это говорю даже не от себя, а уже от учителей Москвы, потому что, конечно, мы это обсуждали, у нас было заседание ассоциаций, мы говорили об этом, мы с коренной Степаном Хмуряновым говорили, когда Лена Николаевна не стала. Конечно, она потеряла, ну, жалко таких людей, которые так рано уходят, потому что, конечно, вот так сейчас смотришь, много конференций проводится, много форумов проводится, действительно, нам не хватает таких людей, нам не хватает таких учителей, нам не хватает таких соратников, таких правильных соратников, которые действительно работают не для себя, не для своего красивого имени. Она его себе уже сделала, она сделала даже вот тем, что она выходила и говорила перед учителями. Сама лично училась на ее курсах, когда человек, не считая времени, несмотря на часы, для нее нет начала в 10, а конец в 16. Действительно, жаль, потому что осталось таких людей очень мало. И, конечно, хочется, чтобы ее, скажем так, последователи, таких людей, как Елена Николаевна, ученики ее, я знаю, что Аида очень, всегда надо попить рукой Маша, потому что, да, очень много было поездок совершенно вместе. Действительно, чтобы они не забывали и доносили постоянно, и показывали книги, как он сегодня сделал Алексей Васильевич, доносили, и чтобы учителя, молодые учителя, которые ее не знали и уже не узнают, к сожалению, хотя бы, чтобы они не знали по ее книгам, по ее, каким-то, может быть, лекциям, которые есть, естественно, в интернете. Поэтому думаю, что действительно мы будем продолжать, и надеюсь, что это не первая конференция памяти Елены Николаевны Солововой. Мы будем продолжать, мы будем таких интересных докладчиков приглашать, искать, может быть, молодых докладчиков, которые, может быть, как-то знакомы с ее теориями, с ее методом, методикой. Поэтому спасибо вам огромное, что вы пришли. Надеюсь, что действительно мы такие конференции будем еще проводить. Спасибо большое. Большое спасибо. Коллеги, завтра конференция продолжится в режиме вебинара. Завтра запланировано около 30 выступлений учителей. Она в основном будет, завтра второй день будет в основном посвящен обучению иностранным языкам, современным языкам на школьном уровне. Будут выступать у нас коллеги из Великобритании, будут выступать коллеги из Германии, из Китая, из разных уголков России, начиная от Петропавловска-Камчатского и заканчивая самыми западными регионами России. А в завершении пленарного заседания у нас есть возможность обратиться к Максиму Юрьевичу Соловову. Коллеги, добрый вечер. Мне повезло. Я могу тоже отнести себя к школе Елены Николаевны. Во-первых, потому что я сын. Во-вторых, потому что я тоже лингвист-преподаватель-переводчик. И тоже присутствовал на лекциях мамы. Но прежде чем я небольшой свой доклад начну, я хотел бы поблагодарить всех организаторов данной конференции, особенно Алексея Конобеева и коллег СНГИМО, обязательно всех выступивших сегодня, тех, кто выступит еще завтра, тех, кто присутствует сегодня в зале, тех, кто присутствует по другую сторону экрана. Вы все занимаетесь очень важным, очень непростым, но тем делом, без которого, наверное, все мы, ну и в целом люди дальше не могут эффективно развиваться. Вы все так или иначе являетесь учителями с большой и малой буквы, как культура у нас бывает с большой и малой буквы, так, мне кажется, и учителя бывают с большой и малой буквы. И учителя — это не только определенные знания, определенные навыки, которые они передают своим учащимся, учащимся, но это и подготовка к взрослой серьезной жизни, к новым вызовам, которые, безусловно, у всех впереди. Это, безусловно, учитель, хороший учитель, должен быть не только специалистом своего дела, но также и психологом, также и владеть социокультурным аспектом, также уметь зажигать в своих учащихся глаза, как я люблю говорить, иметь шило в одном месте, чтобы хотелось двигаться вперед, чтобы хотелось развиваться самому и развивать ту предметную область, в которой данный учитель взаимодействует со своими учениками. Как оценить эффективность работы учителя? На мой взгляд, это не только те методы, о которых мы говорили, и вот вы говорили сегодня, не умаляя их достоинства, безусловно, но и, наверное, количество учащихся, последователей, людей с горящими глазами, которые готовы развивать данное направление и продолжать обучать уже своих учеников, готовить их к взрослой жизни. С учетом того, какое количество людей присутствует здесь, сколько людей по ту сторону экрана, и в целом, насколько люди положительно относятся к достижениям Елены Николаевны, я считаю, что мама справилась с этим на отлично, и хочу пожелать всем вам продолжать зажигать глаза у своих учеников и продолжать заниматься очень важным, но непростым, но при этом очень увлекательным делом быть учителем с большой и малой буквы. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы на этом заканчиваем наше пленарное заседание. Я приглашаю вас, если у вас будет возможность, подключайтесь завтра к конференции в режиме вебинара, завтра будет тоже очень много интересных практических аспектов, практических приемов, и мы очень надеемся, что эта конференция станет ежегодной. Спасибо вам большое.